Всем привет, уважаемые подписчики и зрители канала. С вами Армак и сегодня мы продолжаем наш цикл видео уроков. Этот видео урок хотелось бы начать с одного интересного момента, связанного с Граалем, о котором я не сказал вам в прошлом видео уроке. Итак, допустим, у вас есть какой-то герой, который раздобыл этот самый Грааль, да, откопал где-то, неважно. У меня, например, была игровая ситуация, когда я неподалеку от себя на маленькой карте увидел, где соперник начинает копать разные ямки. Я по-своему, конечно же, решил эту ямку возле него то ли покопать, и мне достался Грааль, то ли я убил героя, у которого был Грааль, с его стороны. То есть, ну, в общем, Грааль перешел на мою сторону. Но потом случилась такая ситуация, что он атаковал меня своим героем, и я на радостях решил сбежать. Думаю, я сбегу, выкуплю героя из таверны и отстрою Грааль. Но я тогда не знал одной особенности. Дело в том, что если ваш герой каким-то образом вынужден сбегать с боя и попадать в таверну или вообще пропадать, то Грааль у него пропадает. И даже если в таверне он потом вам зайдет, то Грааля у него уже не будет. Поэтому таким образом, если вы откапываете Грааль, а героя у вас вынужден отступать, таким образом этот Грааль уже не достанется никому. Сейчас мы это проверим на примере. То есть, мы с вами будем атаковать нейтралов. Но точно так же будет происходить ситуация, ребят, и в том случае, когда вы будете сражаться с вашим соперником. Сдача работает везде одинаково. То есть, смотрите, мы атакуем нейтралов. Так, отказываемся от боя. Более того, специально сейчас полезем подставляться под бой, чтобы нам стеки выбивали. Бить мы никого не будем. Замечательно. Вот, к нам все начинают добегать. Постараемся подставляться тоже под все стеки. Это сейчас будет пример того, как герой вообще потерян. В одиночном режиме у нас есть вариант, кого мы хотим пригласить. И среди приглашенных мы хотим видеть как раз-таки нашего Астрала. Это герой из башенки. И смотрите, вот заходит наш Астрал. Кликаем правой кнопочкой, у него уже нет Грааля. Это из-за того, что его убили. Но точно так же было бы, если бы он и сам сбегал. Мы это с вами сейчас можем повторить. Итак, вот Астрал с Граалем. И в этот раз мы с вами хотим сбежать. Конечно же, отступаем. Герой таким образом у нас попадает в таверну. Мы его выкупаем. И видим, что артефакт, который был у него до этого остался, но Грааль пропал. Поэтому ни о какой постройке Грааля в таком случае речи быть не может. Еще один интересный момент, ребят, который нам нужно рассмотреть. Я не единожды видел подобную ошибку и от опытных игроков. Не говоря уже о неопытных ребятах. Это когда вы собираетесь разбиваться после посещения могилы воина. Дело в том, что независимо от того, посещалась могила до этого или не посещалась, после ее посещения у вас падает мораль. Если у вас есть какие-то существа живые, для которых мораль важна, вы можете задезморалиться, не походить и вас убьют. Особенно если те, на ком вы разбиваетесь, они имеют такую скорость, что в случае морали они до вас добегают. Вот смотрим, видите, мы атакуем. Буквально один стек моралится. Еще одним довольно полезным моментом для каждого новичка было бы уметь смотреть и анализировать таймер и все, что с ним происходит. Когда таймер стоит на одном месте, это говорит о том, что соперник еще не принял ход и таким образом он где-то отошел. Либо, может быть, он сидит, думает перед принятием хода, как ему лучше походить. Такие моменты тоже бывают. Если таймер просто идет постепенно и под ним начинает увеличиваться шкала, это значит, что у него начинают ходить герои. Чем больше шкала увеличивается, тем больше процентов своих очков перемещений его герои уже потратили. Бывают случаи, когда шкала шла-шла, увеличиваясь, а потом раз и резко уменьшилась. Это говорит о том, что соперник купил какого-то героя. Таким образом, у него увеличивается количество очков перемещений и процент, который он отходил, он уменьшается. Также шкала мувпоинтов может сильно бегать, если человек покупает, удаляет каких-то героев. От этого меняется процент того количества очков, в которые он уже отходил. Вы это тоже можете отслеживать, но примерно понятное дело. Ну и еще бывают случаи, когда резко становится таймера больше. Вот когда таймер резко прыгает и его становится больше, это показатель того, что соперник на кого-то напал. Но это только в тех случаях, когда вы играете с шахматным таймером. Если вы будете играть не с шахматным, а с обычным таймером, то принял ход соперник или нет, вы можете и не узнать. Потому что во время боя тоже, в общем-то, таймер не идет. И соперник может отлучаться на любое количество времени, независимо от того, сколько вам придется его в итоге ждать. Поэтому от обычного таймера в последнее время стали больше уходить и переходить на шахматный. Поскольку в шахматном таймере у тебя и стимул быстрее ходить, и не надо попадаться на людей, которые специально будут атаковать кого-то, дабы затягивать время и уходить куда-нибудь. Ну а сейчас пришло время все-таки поговорить о героях, о том, какими героями принято играть, на каких шаблонах и особенностях той или иной случайной карты, под какие расы, какие герои больше подходят. На экране вы увидите, какие вероятности выпадения тех или иных навыков у разных героев. И таким образом вы сможете, в зависимости от того, по каким вы правилам играете, на бедном, среднем по богатости или богатом шаблоне, вы можете подобрать нужный вам класс героя для раскачки его как главного героя. Если вы по какой-то причине потеряли своего главного или просто важного героя, то тут еще необходимо знать, в каком городе, в какой-то вернее, вероятность выпадения этого героя выше. В основном герои, которого вы потеряли, чаще заходят в тех городах, к которым они относятся, плюс добрые герои в добрых городах чаще заходят, злые в злых, нейтральные в нейтральных, плюс там есть разные варианты. В общем, вам все видно на экране. Поэтому, если у вас будет достаточно золота и вы будете знать эти особенности, вероятность того, что вы найдете нужного вам героя, будет выше, если вы будете покупать из тех таверн, где вероятность выше. Конечно, вероятность не на очень много вырастает, буквально там на единичку, но она все равно выше. И иногда эта единичка может очень сильно решить и вернуть вас в игру. Также у себя на экране вы сейчас увидите, скажем так, обязательные навыки, которые нужно схватить вашему воину или магу, а также желательные, которые можно добавить в связку с обязательными. Ну и если вы играете абсолютно без правил, то тут навык дипломатия, он только приветствуется. Это один из лучших навыков, который может помочь, в принципе, вам в достижении победы при игре без правил. Поговорим о самих героях, о том, кого же лучше выбирать при старте игры, какие вообще есть варианты, чем отличаются те или иные классы героев, ну и тому подобное. Итак, давайте перейдем в случайную игру, нажимаем показать опции и рассмотрим каждый город. Первый город, это, конечно же, замок, человеческая раса. Здесь есть и копейщики, и стрелки, грифоны, рыцари, монахи, кавалеристы и ангелы. Но нас больше с вами интересует, что здесь имеется по героям. Итак, класс воинов здесь представляет класс под названием рыцари. И именно первые 8 героев принадлежат к этому классу. Остальные 8 героев, которые здесь имеются, это класс священники. То есть, так называемые герои с уклоном на магию. Основной особенностью, ну если не основной, то очень важной, является то, что герои этого города, когда они начинают качаться на ранних стадиях, имеют очень высокий шанс на защиту. Что им будет повышаться в первичных навыках именно защита. Шанс равен 45, атака немножечко ниже, 35, то есть на 10% меньше по сути. А вот сила магии и знания по 10. Это пока вы будете качаться до 10 уровня. Как только станет 10 и выше уровень, то тут шансы немножко меняются. Шанс на атаку и защиту становится равный 30 и 30. И сила магии и знания там шансы 20 и 20. То есть уже более-менее пропорциональное развитие после этого начинается. Если же, говоря о рыцарях, мы с вами поговорим о вероятности выпадения каких-то навыков, то, конечно же, самый большой шанс, а именно 10, на выпадение лидерства. Но сразу же забегая наперед, я скажу, что лидерство, оно есть уже на старте. Поэтому, понятное дело, оно вам и предлагаться будет часто. Немножко меньше шанс выпадения навигации 8. И вот это, я вам скажу, уже лишнее. По причине того, что все-таки принято играть карты без воды. А без воды навигация вам не нужна вообще. И это большой-большой минус. Немножко ниже шансы на выпадение тактики. Это уже, кстати, хороший вариант. На выпадение оружия тоже 7%. Что тоже радует. Кстати, немножко выше еще вероятность выпадения баллистики 8. Но это тоже скорее минус, все же, чем плюс. Поэтому, если говорить о вероятности прокачки этих героев. Ну, воины, они довольно средненькие. Скажем прямо. Но их сила в лидерстве. Они могут соединять армии из разных городов. И без понижения морали все это веселье, назовем его так, таскать с собой. И при этом, чтобы их армия не дезморалилась. И вам не надо будет ждать выпадет. Не выпадет вам лидерство. Или найдете, не найдете вы какие-то артефакты на карте, которые будут повышать тот или иной компонент. Как, например, мораль или удача. Теперь пробежимся по самим героям. Имеется у этого замка герой Орин. Герои, кстати, рыцари. Стартуют всегда с двумя атаки, двумя защитой. И по единичке сила магии и знания. Приносит он с собой, как и все герои, от 1 до 3 стеков. В первом стеке у него копейщики от 10 до 20. Во втором лучники от 4 до 7. И в третьем грифоны от 2 до 3. Является специалистом по стрельбе. И с прокачкой на 5% к процентному показателю навыка стрельбы. Все лучники, которые имеются в наличии, они начинают стрелять сильнее и сильнее. С вторичными навыками стартуют лидерство и стрельба. Ну, потому что если бы не было навыка стрельбы, то и специализация, по сути, не работала. Под нее надо, чтобы навык стрельбы уже имелся. Стартуют воины здесь без книги заклинаний. В принципе, герой довольно-таки полезный. Один из лучших имеющихся. В особенности, когда вы делаете ставку именно на стрельбу. Минус выбора Орина то, что стрелков на старте будет маловато. Плюс в том, что любые стрелки будут очень сильно усиливаться. Вот все, кто наносят урон на расстоянии, под Орином они будут усиляться с его прокачкой. Следующий герой Валеска. Это главный конкурент Орину. Прежде всего, потому что она на старте приносит от 1 до 3 стеков стрелков. Именно стартуя за Валеску, вы получаете больше всего стрелков на старте. И таким образом, вам гораздо легче проводить бои за счет стрельбы. У нее тоже есть на старте стрельба, тоже есть лидерство. Но у нее специализация хуже. Если Орин усиляет абсолютно любых стрелковых юнитов, то Валеска усиляет только стрелков и арбалетчиков. Что очень сильно понижает ее значимость. Но новички любят стартовать за Валеску. И даже делать ее главным героем. Более того, скажу, за нее даже стартуют некоторые папашки, чтобы получить побольше стрелков. Но обычно они все-таки в таверне потом ищут какого-то героя получше, чтобы Валеску просто превратить в какого-нибудь саппорта. То есть, вспомогательного героя. Третьим героем является Эдрик. Он является специалистом по грифонам. Юнит, который, ну, скажем, сильно недооценен. Им мало кто пользуется. Более того, этого юнита часто не строят вообще при отстройке города. Ну и приносит он с собой, конечно же, от одного до двух стеков даже грифонов. Помимо копейщиков. Помимо лидерства, которое есть у всех или почти у всех. Здесь имеются доспехи. Что позволяет лучше терпеть удары врагов. И получать меньше урона. В плане, выбирать ли его главным героем, скорее нет, чем да. Он вам может быть полезен, только если вам там насыпет нормальное количество внешних жилищ грифонов. И из грифонов можно будет делать какой-то хороший ударный стек. Это бывает крайне редко, поэтому стартовать за него, пожалуй, не советую. Но, если он вам приходит в таверне и вы видите, что расклад благоволит его выбрать, в принципе, можно рискнуть. Следующий герой это Сильвия. По ее специализации вы сами понимаете, что толку от нее не будет, если вы не играете с водой. Играя с водой, она, конечно, будет быстрее передвигаться по ней на кораблях. И это может сделать ее более темповым героем, чем какие-то герои соперника. Но, в любом случае, я думаю, что на главного героя она не тянет. Навигация это не тот навык, который поможет вам в бою или на земле. А передвигаться только по воде во время игры вы не будете. Но вот разведчик и собиратель, которого можно запустить на воду, пожалуй, она очень даже может пригодиться. Стартовую армию вы, в принципе, видите. Она абсолютно стандартная. Далее идет Лорд Хаарт. И, по сути, Лорд Хаарт является одним из самых денежных героев, которые здесь есть. Но при этом проигрывает одному из героев, которых мы рассмотрим далее. У него есть специализация имущества. И благодаря этому, чем больше он качается, тем больше начинает приносить золото. На старте по приносу золота он уступает одному из героев. Но когда прокачается, конечно, это просто денежная шахта, бегающая по карте и доставляющая вам кучу денег. Прежде всего, он может быть полезен при игре на каком-нибудь М200 шаблончике. То есть, маленький шаблончик на 200% сложности. Ну или даже большой на 200% сложности. Но в основном, если вы соперничаете с какими-то новичками. Потому что на карте и так. Много ресурсов, много золота. Просто нужно уметь его находить и отбивать. В этом плане Лорд Хаарт, мне кажется, на главного героя не тянет. Но вспомогательный, герой, который будет помогать, он, в принципе, очень и очень полезен. Для любого саппорта иметь прокачанную разведку, имущество. Это очень и очень полезно. Ну и плюс логистика, пожалуй, тоже была бы очень кстати для саппорта. Далее идет Сорша. Сорша, пожалуй, один из лучших вариантов для старта у этого города есть. Если вы собираетесь сразу же стартовать за главного героя. Она имеет хорошую специализацию, усиливая рыцарей и крестоносцев. Армию приносит абсолютно стандартную. Но при этом имеется в наличии оружие, которое позволяет наносить больше урона. И в связке с рыцарями или крестоносцами. Крестоносцами, конечно, лучше, потому что они наносят двойной удар. Получается просто невероятно огромный урон. И рыцари это юнит, который, в принципе, есть смысл делать, ну, если не основным ударным стеком, то одним из основных. Поэтому старт за Соршу, особенно на больших шаблонах, одобряется. Далее у нас идет Кристиан. Специалист по баллисте. Приносит с собой также баллисту. Ну, и армии приносит меньше. Вообще, герои, которые приносят с собой палатку или баллисту, они стартуют либо с одним, либо с двумя стеками. Что приводит к тому, что у вас армии, конечно, меньше обычного. Но ничего не поделаешь. Все-таки баллиста под вашим управлением, она становится дополнительным стрелковым стеком. Поэтому она это пытается немножко компенсировать. Как специалист по баллисте, он проигрывает многим другим специалистам по баллисте. Потому что атака ему выпадает реже, чем защита. Таким образом, баллиста не начинает стрелять лучше. У него нет в наличии стрельбы. А есть только артиллерия, которая позволяет управлять самой баллистой. И пока вы ее не докачаете, у вас не будет двойного выстрела, шанса на двойной урон и так далее. В принципе, в определенных случаях играть за крестьяна можно. В том числе на маленьких шаблонах. Вообще, на маленьких шаблонах больше маги решают. Но если нет магов, то не единожды разными игроками качались специалисты по баллисте. И чувствовали они себя очень даже комфортно. Но, повторюсь, герой очень специфичный. Например, может пригодиться вам при защите города. Поскольку те, у кого есть артиллерия прокачана, они управляют башнями во время осады замка. Поэтому вы сможете выбирать, по кому будет стрелять башня. Таким образом, сразу же попробуете вырезать ключевые стеки оппоненту. Следующий герой это Туриз или Тирис в разных переводах. Специальность кавалеристы и чемпионы. И вот это, я вам скажу, тоже главный конкурент для Сорши. Это герой, которого тоже есть смысл выбирать. Герой, который значительно усиливает этот стек. И кони. Это всегда важный ударный стек. Есть несколько вариантов тактики, стратегии развития на первой неделе. Один из которых, это именно выход в коней. Конечно, при выходе в ангелов обычно в коней не выходят. Но если карта не богатая и выйти в ангелов никак не получится, то именно тактика с отстройкой коней является приоритетной. Плюс, еще одним преимуществом Туриз является наличие тактики. Тактика позволяет разбиваться на любых охранах, без боязни и не считая какие-то скоростя. Тактика позволяет прикрывать стрелков и в принципе расставляться нужным вам образом в бою, что очень сильно облегчает вам битвы с нейтралами. Ну а теперь перейдем, в общем-то, к классу священников. Чем же он примечателен? У этого класса, если поговорить о шансах выпадения разных навыков, то до 10 уровня 20% на атаку, 15% на защиту. То есть это крайне редко заходит. 30% на силу магии и 35% на знания. То есть в принципе знания и сила магии качаются примерно пропорционально, но больше идет уклон немножечко, но все же на знания. А если говорить о боевых статах, то опять же небольшой уклончик в атаку идет. С учетом не самых лучших показателей на силу магии и знания, магии они довольно посредственные, которые хватаются кучу первичных навыков, которые не лучшим образом нужны. И после того, как вы прокачали 10 уровень, у вас прокачка не сильно меняется. Атака 20%, защита 20%, сила магии 30% и знания 30%. То есть после 10 уровня они еще сильнее выравниваются между собой, и вы с еще меньшим шансом будете уходить в силу магии и знания. Поэтому вот если вам важны какие-то магии, этот класс героев, ребят, не очень для этого подходит, как ни крути. Ну а теперь перейдем, в общем-то, к вероятностям выпадения разных навыков. Что мы можем сказать по поводу священников? Во-первых, так же, как и рыцари, им вообще не заходит чародейство. Ну, то есть некромантия, что понятно. Она заходит только некромантским героям. Помимо этого, очень высокие шансы на то, что выпадет сопротивление магии. Поэтому шанс, кстати, 9. Ведь если вам нужно прокачать героя с большим шансом на сопротивление, то милости просим. Также большой шанс на доспехи. Поэтому они себя показывают не только в магии, но и в реальном бою, снижая свои потери. Таким образом, это такой некий боевой маг все-таки. Хотя нет, доспехи здесь... Шанс маленький. Огромный шанс на первую помощь. И это скорее минус, чем плюс. На усиление палатки и управление самой палаткой при лечении. Это не есть хорошо. Здесь шанс десяточка. Это, по сути, самый часто выпадаемый навык при прокачке. Также огромный шанс на дипломатию. Семь. Что при игре без правил все-таки позволяет вам качать даже не очень хорошего героя из этого класса себе в главные герои. Потому что дипломатия при игре без правил очень и очень сильно решает в чью-то сторону. Также шестипроцентный шанс на зоркость. Шестипроцентный шанс на грамотность. На интеллект. И, пожалуй, интеллект хоть как-то полезен. В общем, этот класс магов, он качается очень рисково. Очень велик шанс выпадения далеко не лучших навыков. То есть, та же грамотность, да, зачем она вам? Зоркость, зачем она вам? Это навыки, которые не лучшим образом продуманы и используются, но крайне редко. Вот реально, очень. Грамотности, конечно, еще можно найти применение. Но вот зоркость, это вообще никуда. Теперь давайте рассмотрим героев, которые здесь есть. Есть специалист по первой помощи, который хорошенечко будет отлечивать ваши войска. Рион. У него сразу же есть мудрость на старте. Приходит он с палаткой, поэтому больше двух стыков армии он с собой не принесет. Сразу же вы по армии проседаете. Стартуют священники с книгой заклинаний. Также есть навык первой помощи. И в книге заклинаний лежит заклинание каменная кожа. Ну, это, пожалуй, небольшой плюс. Поскольку каменная кожа повышает защиту ваших юнитов. Это действует и в битве в ближнем бою. И на расстоянии, если по вам стреляют стрелки. Так что какой-то плюсик. Но в целом стартовать за этого героя, наверное, не советую. Вы получите меньше армии. Вы получите, наверное, не самую лучшую специализацию. В общем, старт за Риона это на ваш страх и риск. Далее идет Валеска. У нее специальность по благословению. И благословение у нее сразу же дается в книге заклинаний. Что делает ее, в принципе, довольно полезным героем из имеющихся. А вот чем она хороша, так это тем, что у нее сразу же на старте есть дипломатия. Но это хорошо только, когда вы играете без правил. Или с разрешенной дипломатией. В этом случае она, конечно, сразу же с первого дня может начинать присоединять войска. Особенно родные вам. Какие-то за деньги, какие-то бесплатно. Поэтому такой себе имба-геройчик для старта, где разрешена дипломатия. Армию приносит стандартную. Но опять же, если дипломатия в игре с вашим соперником запрещена, толку в старте за Адель нет вообще никакого. Далее идет Катберт. Специальность слабости. Это же заклинание есть у нее в книге заклинаний. И армию приносит стандартную. Еще и среди имеющихся навыков имеет имущество. А имущество, как вы знаете, для главного героя, оно это вообще ни о чем. То есть золото имущество приносит крайне мало, если не подключать дополнительные плагины. И в итоге это превращается в такое мизерное добавление золота. И оно абсолютно не оправдывается. Ну и специальность, специализация у Катберд тоже довольно-таки слабая. Следующим героем является Аделаида, специалист по Кольцу Холода. Книга с заклинаний тоже содержит это заклинание. У нее сразу же идет продвинутая мудрость, что позволяет изучать заклинания вплоть до четвертого уровня. Армия стандартная. Ну и в принципе специализация более-менее полезная. Вот среди тех священников, которых мы рассмотрели, это, пожалуй, самая нормальная магическая специализация, которая здесь есть. Таким образом, при старте на маленьких картах, на М-очках, С-очках, мне кажется, старт за Аделаиду может даже где-то оправдаться. Едем далее. Инхам. Инхам это специалист по монахам. Но, опять же, для монахов желательно, чтобы сразу же атака росла у вас, и их урон тоже от этого вырастал. Вот Инхам это не такой герой, конечно же. Вообще, этот класс стартует всего лишь с единичкой атаки. Нулевая защита, которая никак не позволяет терять вам меньше войск во время ударов вражеских. А Сила Магии и Знания по два. То есть, у вас будет всего лишь 20 ман, и сильно вы не покидаете заклинания. У него в книге заклинаний на старте только проклятие. В принципе, против некоторых охран это может стать даже полезным. Потому что, если охрана, на которую вы напали, у нее большой разброс по наносимому урону, какие-нибудь элементали, там, грифоны и так далее, вы заставляете их наносить минимальный урон, что, конечно же, очень положительно будет сказываться на ваших потерях. Но вот то, что у него на старте есть мистицизм, ребят, ну это ни о чем. Это может оправдываться где-нибудь на маленьких SEM-картах, где решают очень сильно маги. Не всегда есть возможность остаться внутри города, чтобы пополнять ману. В этом случае, да, можно качнуть мистицизм и, не возвращаясь домой, понемножечку пополнять маны. Но это пополнение настолько мизерное, что в ряде случаев оно просто не оправдано. Поэтому, все-таки, наверное, герой не очень хороший для старта. Едем далее. У нас имеется Саня. Саня у нас специалист по зоркости и приходит с зоркостью. Как вы знаете, сам этот навык, он работает очень слабо, если не подключать плагины. Поэтому ее можно откинуть сразу, даже не особо рассматривая. Стандартная армия. Имеется снятие заклинаний, которое периодически бывает полезным. Но, в целом, специализация и навыки, они просто убивают всяческое желание стартовать за нее. Следующий имеющийся священник здесь это Лоинс. У него специализация по молитве и молитва сразу же есть на старте игры. И это делает его одним из лучших магов, которые здесь имеются. Но, в этой ложке или бочке меда есть и ложка дегтя и стартовый навык обучения он все портит. По сути, он заставляет героя качаться быстрее, но не настолько быстрее, чтобы был смысл в этом навыке. Поэтому, если вы не подключаете дополнительных плагинов, которые усиливают этот навык, Пожалуй, что старт за Лоинса довольно средненький получается. Но, опять же, на маленьких картах, в принципе, может оправдаться. Там уже смотрите по ситуации. И последним героем является Кейтлин. За Кейтлин, ребят, стартуют и на маленьких картах, и на больших картах. И когда не знают, кого выбрать главным героем. А хотят, чтобы хотя бы стартовый герой был полезным. Во-первых, она приносит 350 золота в день. Именно специалисты по 350 золота, они являются на 200% сложности просто сверхполезными юнитами. Героями, точнее. Таким образом, стартовать за нее можно. Вот даже когда вы не знаете, кого выбрать. Стартуйте за Кейтлина, дальше посмотрите по ситуации. Отстройка города довольно дорогая. И за каждые 10 дней получать 3500 золота просто за то, что у тебя есть этот герой. Мне кажется, это неплохо. Есть сразу же мудрость. Есть сразу же интеллект. Поэтому у нее будет не 20 маны, а даже больше. По сути, это герой, у которого больше всего маны на старте у этого города. И в книге заклинаний есть лечение. Лечение становится полезным, как только у вас появляются хотя бы рыцари и выше юниты. То есть от 4 и выше. У них уже нормальное количество здоровья. И там есть смысл накидывать это лечение. Но опять же, в начальных битвах у вас даже копейщики имеют 10 здоровья. И далеко не все юниты убивают их с одного удара. Поэтому даже кастовать заклинания на копейщиков, чтобы вылезть без потерь, иногда является довольно профитным. Армию приносит, в принципе, стартовую стандартную, ничем не примечательную. Но герой, в принципе, очень хороший. Ну и есть герой, который здесь не указан. Но при этом в таверне он иногда заходит. Это Сир Мюллих. Герой тоже очень хороший. По сути, наверное, один из лучших, если не лучший, воин, за которого можно стартовать. У него сразу же идет продвинутая мудрость. Точнее, у него сразу же идет продвинутое лидерство. И это одновременно и плюс, и минус. Но скорее минус. Потому что плюс от того, что боевой дух будет выше. А минус то, что если при первой прокачке с лидерством вам выпадет какой-то ненужный навык, конечно же, вы будете экспертить лидерство. А когда у вас все навыки заэкспертчены, то в следующий раз вам предлагают два случайных. Если же какой-то есть не заэкспертченный, то вам предлагают один, который навык у вас уже есть, но его еще надо будет продвигать и экспертить. А второй навык случайный идет. Так вот, когда вам будут давать на следующем уровне два случайных навыка, Это приведет к тому, что вам придется выбирать из двух плохих навыков, если они зайдут плохими. И из-за этого прокачка мюллиха портится, и там уже начинаешь думать, а стоит ли его брать как главного героя. Но основной его особенностью и полезностью, даже при плохой прокачке, является то, что он ускоряет во время боя любую армию, которая есть у вас в наличии, на два. Скорость армии вырастает, проще сражаться со многими охранами, проще брать склепы, гномятни, медузятни и так далее. И во время финального боя тоже иметь плюс два скорости, это просто иногда жизненно необходимо. Поэтому, пожалуй, тоже один из лучших героев, которые есть. В целом, подводя итог, мы скажем, что неплохие воины, для того, чтобы делать их стартовыми, ну если не стартовыми, то главными героями, если они в таверне зайдут, это Орин. Валеска в этом плане немножко проигрывает, но при этом для старта она более профитна, нежели Орин. То есть Орин лучше как главный герой, Валеска лучше как для стартовых героев. Также как главный герой очень хороша Сорша и Турис. Главные герои из них получаются неплохие. Если играете без правил, то тут вообще не надо рассматривать никаких вариантов. Это однозначно выбор в сторону Адель. Кейтлин, если не знаете, кого выбрать, неважно, маленькая или большая карта. На маленьких картах также неплохо себя проявляет Аделаида и Лоинс. Ну и однозначно, наверное, лучшим героем на многих шаблончиках будет являться Сер Мюлих, если он вам в таверне все-таки придет. Второй город, который мы рассмотрим, это будет Аплод. Давайте его сразу же выберем. И давайте пробежимся по тем героям, которые здесь есть для выбора на старте игры. Но перед этим давайте с вами рассмотрим особенности самих классов героев. Первый класс, который у нас здесь присутствует, это Рейнджер. И если мы посмотрим на вероятность получения вторичного навыка, то чем Рейнджеры в принципе примечательны. Во-первых, у них огромный шанс на доспехи, 8%. На сопротивление 9%, то есть они и в бою, и против магов чувствуют себя довольно-таки комфортно. Помимо этого есть 8% шанс на стрельбу и поиск пути. Причем поиск пути, ну, очень специфический такой навык. Он нужен далеко не всегда, но все же иногда нужен. Особенно на том же Джебусе может пригодиться. А вот стрельба, с учетом того, что лучники имеются, ну, это всегда, наверное, ну или в большинстве случаев, не лишний навык. Также неплохой шанс на разведку, 7%, 6% на лидерство и удачу, кстати, удачу реально очень часто предлагают качнуть. Ну и 6% на артиллерию, что, наверное, не лучший навык. И в принципе, если сравнивать вот прокачку воинов замка Касл Человеческого и замка Аплот, мне прокачка воинов Аплота нравится гораздо больше. Но опять же, в зависимости от того, как вам сдало по раскладу, какой шаблон вы играете, какие правила и так далее. Также в начале у рейнджеров 35% шанс на атаку при прокачке, 45% на защиту. В принципе, они точно так же, как и рыцари, имеют шансы на защиту на 10% выше, чем на атаку. И точно так же сила магия и знания у них по 10% до 10 уровня. Поэтому в плане первичных навыков они с воинами Касловского замка, в общем-то, равны. А вот когда 10 уровень качается, тогда они тоже выравниваются и тоже в этом компоненте равны воинам замка Касл. Тоже 30 атака, 30 защита, 20 сила магии и 20 знания. Именно такие проценты стоят. Если же говорить о друидах, о магах, которые здесь имеются, то у них изначально до 10 уровня 10% шанс на атаку, 20 на защиту. То есть защита выпадает в два раза чаще. И одинаково выпадает по шансу сила магии и знания по 35%. Таким образом они более-менее пропорционально качаются. Если их сравнивать со священниками, которым больше заходит атака, друиды, они больше качаются в защиту. И именно хорошие шансы на атаку и защиту со стороны священников и друидов, они немножко понижают полезность этого класса. Поскольку когда ты выбираешь для прокачки мага, тебе, конечно же, нужна в первую очередь сила магии. Ну и знания тоже желательно поднять до нужного уровня. Ну и после 10 уровня, в принципе, все выравнивается тоже до показателей в размере 20-20-30-30, точно так же, как у священников. Если же говорить о тех навыках, которые заходят, то на мудрость очень велик шанс 8%. 9% есть шанс на удачу. 7% зоркость, которая, понятное дело, не нужна. 8% на грамотность, которая тоже в ряде случаев не нужна. 6% на волшебство, полезность которого 50 на 50. И первая помощь. В принципе, как по мне, друиды качаются, мягко говоря, не очень хорошо. То есть у этого замка в плане прокачки мне больше нравятся именно рейнджеры. Ну а теперь давайте пробежимся по самим героям. Мефала. Один из лучших представителей класса рейнджер у этого города. Она является специалистом по доспехам. Доспехи имеются у нее сразу в наличии, вместе с лидерством. Идут рейнджеры все без книги заклинаний. Армии приносят стандартное количество. От 15 до 24 кентавров, от 3 до 5 гномов и от 3 до 6 эльфов. Герой очень топовый. Герой, который уже на старте игры начинает терять армии гораздо меньше, чем соперники. А когда она прокачается, она становится ну просто невероятно непробиваемой такой стеной. И как раз за счет понижения ваших потерь во время боя, вам нужно даже реже скупаться. Если, например, играя тем же Крэг Хэгом, вам нужно постоянно следить, чтобы не заканчивалась армия. Если Крэг проигрывает по скорости той охране, на которую он нападает, у Крэга всегда большие потери. Мефала, она может постоять и потерпеть в первом раунде, и только потом давать уже отпор. Пускай она дольше будет вырезать врага, нежели тот же Крэг. Но, во-первых, при развитии меньше армии теряется. И больше остается под финалку, в отличие от Крэга. И плюс, в отличие от Крэга, она может потерпеть в первом раунде. И даже если она врезается первой, то, опять же, она понижает ряды оппонента по армии, и потом ей еще проще будет терпеть. Поэтому, когда встречаются представители атаки и представители защиты, там, в общем-то, кто из них выиграет, во многом 50 на 50, и многое зависит от ситуации. Я слышал много там мнений по поводу того, что атака лучше защиты. Мое личное мнение это бред. Все очень и очень спонтанно, ребят, и надо смотреть в конкретной игровой ситуации. Одну из которых я вам уже рассказал. Итак, Мефалу, в общем-то, плюсуем для старта. Далее идет Уфритин. Специалист по гномам, приносит три стека гномов, имеется сопротивление магии и удача. Ну, скажем так, герой не очень, армия не очень, но где он может быть полезен? На маленьких картах, где в основном привычно играть магами. То, что у него сразу же есть сопротивление магии, это может спасти ему жизнь. А в связке с гномами, у которых еще помимо этого есть свои проценты шанса отбивать вражескую атаку, Уфритин чувствует себя очень даже неплохо в таких боях. А так, в большинстве случаев не надо за него стартовать. Есть герои поинтереснее. Далее идет Янова. Специалист по золоту. Приносит 350 золотых в день. И идет с продвинутой стрельбой. Часто стартует за нее на 200% сложности, Потому что 3500 золота за 10 дней, которые она принесет, это немало. Помимо этого, продвинутая стрельба позволяет эльфам стрелять быстрее. Да, у нее получается специализация, которая не поможет вам во время боя. Но ничего страшного. От экономики никто еще дополнительно не умирал. Тем более, что, по крайней мере, лишних навыков у нее нет. И армию приносит стандартную. Вполне себе неплохой вариант для старта. Если Мефалой можно играть, например, на 160% сложности, То Яновой, например, на 200% вы будете чувствовать себя не хуже. И, возможно, при развитии Янова будет даже более темповой. За счет того, что пробивная сила эльфов, А эльфы являются ключевым ударным стеком на первой, иногда даже второй неделе. То на 2 недельки ускориться не помешает. Далее идет Роланд, специалист под андроидом. Ну, Роланда берут обычно при игре без правил. Потому что у него сразу же есть дипломатия, Которая позволяет присоединять разные войска на карте. Это делает его довольно-таки имбовенькими, сильным героем. В целом, качается стандартно, армию приносит стандартную. И если игра идет без правил, то он хороший герой. Если идет с правилами, все-таки Мефала и Янова мне кажутся более интересными. Далее у нас идет Таргрим. Это специалист по сопротивлению. Сразу же идет продвинутое сопротивление. Ну и опять же, как вы поняли, он очень хорош в игре против магов. Если вы на большом шаблоне уверены, что соперник будет играть за мага, Или же на маленькой карте, где скорее всего, даже если вы не знаете, соперник будет качать мага, То вот специалист по сопротивлению, если он хорошо раскачан, Он может просто творить чудеса. Соперник будет тратить ману, которая будет уходить, скажем так, в молоко, в никуда. Армию приносит стандартную. Очень специфический. Как я сказал, против магов он очень хорош, в остальных случаях, в принципе, не очень. Более того, он не дает никаких бонусов в битве с нейтралами, Ну, за исключением тех, которые кастуют какую-то магию, например, сказочные драконы. Но поскольку встречи с такими нейтралами крайне редко случаются, Понятное дело, что начинать игру за Таргрима сложновато. Без полезных бонусов этот герой является ничем не примечательным. Далее идет Ивар, специалист по эльфам. А как вы знаете, эльфы один из ключевых стэков на первых двух недельках. В этом случае он приносит, во-первых, от одного до двух стэков эльфов. В редких случаях он приходит с одним стэком кентавров без эльфов. И в основном стартует за него для того, чтобы он больше эльфов принес на старте. Больше эльфов, значит, будет выше пробивная сила. Плюс у него очень хорошие стартовые навыки в виде оружия и стрельбы. Оружие позволяет в ближнем бою наносить больше урона, а стрельба в дальнем. Поэтому он и вблизи, и вдали одинаково хорош на старте. Подходит как для игры его как стартовым героем, чтобы больше армии принес, Так и делать его главным героем, чтобы прокачивать в дальнейшем. Герой однозначно полезный. Едем далее. Кланси. Кланси это специалист по единорогам. В наличии тоже есть сразу же сопротивление, которое поможет ему в битве магов. Есть поиск пути, который позволит сокращать штраф во время передвижения по пересеченной местности, То есть по бездорожью на таких территориях, как снега, пески, болота и камни. Армию приносит абсолютно стандартную, и прежде всего он хорош тем, что усиливает тоже один из ключевых стеков, который появляется у вас к концу первой недели. Если расклад позволяет, и именно за счет специализации, он является один из лучших вариантов для игры в плане как главного героя. Плюс на богатых шаблонах очень часто еще и внешние жилища единорогов имеются, что только позволяет дополнительно его усилять и дальше. Но опять же, до появления единорогов первую недельку, конечно, придется ой как не сладко. Плюс поиск пути, который нужен далеко не всегда, сопротивление, которое, опять же, ближе к финалке вам понадобится. Будет создаваться такое впечатление, что вы стартуете, знаете, таким пустым героем. Герой-пустышка, которого еще нужно будет подкачать, чтобы он из себя что-то представлял. Поэтому отношение к Ланси очень и очень неоднозначное. Далее идет Кирь. Один из тех героев, которых берут на старте игры. Героев, которых делают главными героями. И дело тут в том, что это специалист по логистике. И логистика есть со старта. Начиная с первого дня, Кирь бегает гораздо дальше других. И делая больше шагов на карте, она больше успевает. При этом она, бегая по карте, качается. Качаясь, ее очки перемещений продолжают расти. И уже даже к концу первой недели или на второй недельке Кирь настолько сильно начинает опережать противника по зачистке карты, что за ней крайне сложно угнаться. Именно специалистов по логистике считают очень имбовыми героями. Но, во-первых, она немножечко усиляет стрелков. И когда есть хорошее количество эльфов, она очень даже неплоха. Во-вторых, кроме логистики и стрельбы, на старте она вам ничего, конечно же, предложить больше не сможет. Особого усиления ваши войска получать не будут. Армии тоже будет не так уж и много. Эльфов она приносит с собой далеко не всегда. Скорее, чаще не приносит, чем приносит. Поэтому в этом плане вам придется, конечно, попотеть на старте. Но если вы игрок опытный и для вас не важно иметь много армии на старте, то Кирюшка может себя очень и очень хорошо оправдать. И сопернику придется на протяжении всей игры пытаться угнаться за вашим темпом, который вы будете показывать. Далее переходим уже от воинского класса к друидному, к магам. У нас имеется Корониус, друид, специальность у него убийца. Именно такое заклинание есть в книге заклинаний. А друиды стартуют именно с книжкой заклинаний на старте. Ее не нужно будет за 500 золота покупать в гильдии магов, что уже хорошо. Имеется грамотность и мудрость. Корониус, он больше хорош как вспомогательный герой, который будет изучать между разными героями разные заклинания, переучивать их другим героям и не надо будет даже главным героям посещать какие-то города, чтобы узнать новые заклинания. Корониус, если он раскачает грамотность, сможет передавать разным героям заклинания с 1 по 4 уровень. Ну, там находится в принципе большинство заклинаний, которые вам будут нужны. Армию приносит стартовую. Играть как главным героем не советуюсь, потому что специализация не очень полезная. Заклинания палач используются крайне редко. На 100 партий вы можете даже ни одного раза не увидеть, когда оно будет использоваться. Поэтому очень специфичный герой. Ну и грамотность для главного героя это все-таки очень специфическое умение. Оно, конечно, может и пригодиться, особенно если главный герой в ящике Пандоры или где-то найдет хорошее заклинание, которое можно будет передать другим героям, например, воскрешение или некромантию. Точнее, воскрешение или поднятие нежити. И ваши герои начнут сражаться тоже без потерь, даже вспомогательные саппорты. Это в определенный момент может очень сильно оправдаться. Но так в целом, пожалуй, нет. Не советуем для старта. Дальше идет Уланд. Специалист по лечению. Также есть заклинания лечения на старте. Ну и опять все портят имеющиеся навыки. С одной стороны, у него продвинутая мудрость и основная баллистика, что позволяет катапультой стрелять быстрее. И это делает его по вторичным навыкам ну, одним из самых быстро качающихся героев. В том плане, что у всех либо два базовых навыка, либо один продвинутый. А у него один продвинутый и один базовый. Как будто он уже идет герой второго уровня даже. Как будто немножко подкачался. Но все бы ничего, если бы баллистика все это дело не портила. Она занимает слот во вторичных навыках. А как вы знаете, этих слотов не так уж много. И желательно эти слоты заполнить теми навыками, которые вам нужны. Армию приносит стартовую. В целом, к старту тоже его не будем с вами выделять. Далее идет Элизар или Эльшар в разных переводах. Специалист по интеллекту. Сразу же со старта игры имеет огромное количество маны, как для старта. Имеет мудрость и интеллект, который увеличивает количество маны. В наличии есть заклинание проклятия, которое в некоторых боях может оказаться даже полезным. Армию приносит стандартную. Один из лучших магов, если вы собираетесь играть через мага, которые есть в наличии у этого города. Как минимум, огромное количество маны, которое будет только увеличиваться с прокачкой, вам обеспечено. Основная проблема Элизара, как в принципе и всех друидов, это плохо растущая сила магии. Это прям Ахиллесова пята. В принципе, для старта замага хорош. Едем далее. Джем, она тоже приходит с палаткой. Тоже специалист по первой помощи. Первая помощь есть и в слоте вторичных навыков. Ну, как вы помните, во-первых, меньше армии приносит с собой в наличии, что уже минус. Во-вторых, в книге заклинаний вызов корабля, что нужно только если вы играете с водой. В большинстве случаев играют все-таки без воды. Герой слабый. Будем говорить откровенно. Мало где он вам может быть полезен, кроме как в игре на воде. Палатка и специальность первой помощи в большинстве случаев они себя оправдывать не будут. Разве что в каких-то простеньких и средней сложности боях. В общем, нет. Это не то, что надо. Далее идет Малкольм. Специалист по зоркости. И зоркость есть у него в навыках вместе с мудростью. Армию приносит стандартную. Единственное, что есть в нем хорошее, это то, что он стартует уже имея волшебную стрелу. Благодаря волшебной стреле не обязательно строить гильдию магов, чтобы получить это заклинание. И можно сразу же без отстройки гильдии магов бегать по карте, убивать нейтралов, с первого по второй уровень, как минимум. Армию приносит стандартную. Но его специализация и навык зоркость они все портят. Вообще мог бы получиться довольно-таки полезный герой. Далее у нас идет Мелодия. Специалист по удаче. Удача у нее также есть среди навыков. Армию приносит стандартную. И в книге заклинаний тоже есть удача. Пожалуй, самый удачливый герой из всех которых мы только знаем в Героях Меча и Магии. Но такие вещи, как боевой дух, мораль, удача, это все очень и очень непредсказуемо. Вы, конечно, можете делать на это ставку, но гарантии, что это сыграет вам в большой плюс, никто не даст. Вообще, на протяжении боя, даже с плюс 3 морали, а это максимум, вам может мораль не зайти вообще. Точно так же и удача. А может, наоборот, прокать чуть ли не каждым ходом ваших юнитов. И тогда это вообще превращается в имбу. То есть, как себя это поведет, это крайне непредсказуемо. Игра за Мелодию это большой риск. Но иногда этот риск более чем оправдан. И вы превращаетесь просто в мега какого-то вырубателя ваших соперников, а можете превратиться просто в полнейшего нубаса, который не может противостоять остальным. В целом, считаю, что риск не оправдан, и лучше за Мелодию не стартовать. Следующим хорошим, кстати, друидом, который может применяться в битве на маленьких картах, а также в игре через мага, это Аллагар. Во-первых, отличная специализация героя в ледяную молнию, которую он усиливает. Это же ледяная молния, водное заклинание. Оно есть у него в книге заклинаний. Плюс уже имеется волшебство, которое еще увеличивает в процентном соотношении урон от магии. И имеется мудрость. Армию приносит стартовую. И в целом Аллагар в дружбе с Элизаром они являются лучшими героями. По силе магии лучше Аллагар, потому что он больнее бьет. По количеству маны, а в совокупности и по количеству заклинаний, которые вы можете во время боя успевать делать, лучше Элизар. Тут уж вы для себя сами решайте, что для вас важнее. Больше маны или более сильная магия. Ну и Аэрис. Аэрис это довольно интересный герой. Интересный в каком плане? Дело в том, что это один из самых быстрых героев в игре, которых вы можете покупать. То есть сразу, как вы его только купили, у нее есть разброс по тем очкам перемещения, которые могут ей дать. И если это ближе к максимуму или максимум, который ей выпал, то она может ходить очень далеко со старта. Это большой плюс. Является специалистом по пегасам. Имеется мудрость. Но в книге заклинаний лежит защита от воздуха. В большинстве случаев она вам не пригодится. Но, опять же, ее полезность в ней вполне может быть. Но крайне редко. И опять же, все портит разведка. С одной стороны, разведка полезный навык, особенно для разведчиков. С другой стороны, ну для главного героя, наверное, хотелось бы более полезные ключевые навыки успеть взять. Но иногда разведка очень решает, даже если она есть у главного героя. Например, на том же Джебусе, когда вы выходите в центр, чтобы с большим шансом засветить где-то дальше от дорожки какой-то важный объект, за которым нужно сбегать. В общем, она может сократить за счет разведки работу вашим разведчикам, чтобы им меньше приходилось бегать вокруг и что-то там разведывать. Но в целом, я думаю, что герой очень средненький. И стартовать, не стартовать за него, скорее, я думаю, что лучше не стартовать. Третий город, который мы рассмотрим, это Башня. Башня примечательна тем, что это город магов с уклоном сильным на магию. Многие войска тоже здесь либо кастуют магию, либо имеют какие-то иммунитеты. Город довольно-таки интересный. Плюс здесь есть библиотека, которая расширяет количество заклинаний на разных уровнях гильдии. Таким образом, легче словить необходимые вам заклинания при отстройке гильдии. Обычно игроки на больших картах сражаются за то, кто же раньше получит на четвертом уровне городской портал, на пятом полет и дверь измерений. Башня очень часто опережает остальные города в получении нужных заклинаний, либо за счет перестройки гильдии магов вместе с библиотекой, либо даже с первого раза при отстройке. Поэтому, если вам важно именно играть через контроль, наверное, Башенка будет далеко не лучшим вариантом. С другой стороны, ребята, некоторые стартуют за другие города, а потом просто ищут какую-нибудь деревушку или город башни на карте, чтобы там потом начать отстраивать гильдию магов. А ударную мощь отстраивают в каком-то другом городу. Также бывает, что стартуя даже за башню, ребята здесь отстраивают гильдию магов и ищут на карте какой-нибудь город, на который можно пересесть и отстроить там войска, чтобы уже более серьезно выглядеть. Теперь давайте рассмотрим, как же качаются эти герои. Точно так же, как и у всех остальных городов, здесь имеется два класса воины и маги. Воины представлены классом алхимик. У них 30% на атаку, 30% на защиту, 20% на силу магии и 20% на знания. То есть, качаются они сразу же до 10 уровня как боевые маги, по сути, пропорционально. Поэтому они не до воины, не до маги, по сути. Таких прям серьезных воинов, пожалуй, здесь не придется видеть в плане ударной мощи. После 10 уровня все остается у алхимиков на прежнем уровне и ничего не меняется. 30 атака, 30 защита, 20 сила магии и 20 знаний. Если говорим про магов, то там у них до 10 уровня 10% шанс на атаку, 10 на защиту и по 40 в силу магии и знания. И вот это, кстати, это топчик. Это один из лучших показателей в игре. Огромный шанс на силу магии и знания делает этих магов одними из лучших в плане класса игрового. И они очень быстро и топово качаются именно по первичным навыкам. Конечно, после того, как они докачаются до 10 уровня, их прокачка портится. После 10 уровня у них становится 30 атака, 20 защита и 20 сила магии, 30 знания. И они больше начинают уходить в знания и атаку с защитой. Сила магии после этого растет крайне и крайне редко. Вот после 10 уровня мне кажется прокачка все-таки портится. А так на старте на маленьких картах и картах среднего размера вообще эти герои на очень серьезном таком уровне выступают. Также предлагаю пробежаться по вероятности получения вторичных навыков у героев при прокачке. Начнем мы конечно же с алхимиков. У них 6% шанс на логистику что очень неплохо и это является как раз таки плюсом к тому чтобы качать алхимика для того чтобы перетемповать соперника. Но конечно далеко не самый большой шанс но хороший. Помимо этого хороший шанс на мудрость но как вы знаете мудрость и так заходит довольно таки часто при прокачке. мудрость заходит воинам каждые 6 раундов а какая-то магия предлагается каждые 4 раунда 4 лвлапа имеется ввиду при прокачке но с момента последнего появления. То есть например вы знаете что на 4 уровне вам предложат какую-то магию но это не значит что ее не могут предложить раньше. С определенным шансом могут и раньше конечно предложить. Предложат например вам ее на 3 и тогда получается что следующий обязательный предложенный вариант с магией будет уже не на 8 уровне через 4 раунда а на 7 потому что вам она пришла на раунд раньше. То есть таким образом счетчик может сбиваться во время прокачки. Помимо этого хороший шанс на баллистику что я считаю это больше минус чем плюс в виде 6% и огромнейший шанс на обучение что вообще считается лишним если не играть с дополнительными плагинами. Помимо этого 6% на оружие для воина это конечно же замечательно 8% на доспехи то есть доспехи они ловят конечно с большим шансом но это пожалуй все чем они примечательны качаются средненько и по первичным навыкам и по вторичным навыкам поэтому уступают многим классам героев среди воинов. а вот если мы будем рассматривать магов ребят здесь 10% на мудрость хотя вы ее словите и так 100% 8% на мистицизм ну это я считаю немножко лишнее все таки довольно специфичный навык который далеко не всегда нужен 8% на зоркость ну это тоже далеко не то что вам нужно все таки вы будете искать что-то поинтересней 6% на магию воздуха заметьте именно воздуха и вообще очень много заклинаний из магии воздуха в гильдии заходят в этом городе 9% на грамотность что в большинстве случаев тоже лишнее и 10% на интеллект вот это пожалуй очень хорошо более этого еще и 8% на волшебство вот как раз таки интеллект и волшебство это тоже два ключевых навыка которые нужно иметь магам и здесь с этим проблем нет в целом среди рассмотренных классов магов вот в трех городах пожалуй этот класс самый интересный по крайней мере до 10 уровня при прокачке уж так точно после 10 там уже могут быть конечно варианты но в целом они уже к этому моменту будут выглядеть довольно хорошо поэтому я думаю это не сильно испортит вам игру как таковую за них теперь давайте рассмотрим тех героев которые здесь есть за кого следует стартовать за кого нет первый герой это пигуэдрам или пикедрам как его называют специалист по горгулькам юнитам второго уровня на старте имеет мистицизм и разведку что делает его хорошим с одной стороны разведчиком скоростным который приносит много горгулик которые используются для разгона героев помимо этого еще и прикрывают ваши стрелковые стеки которыми являются гремлины обычно в начале игры в книге заклинаний сразу же есть щит и это одна из особенностей игры за алхимиков то что это воины которые уже стартуют с книгой заклинаний это экономия для вас 500 золота на покупке этой самой книги и как вспомогательный герой пигуэдрам может быть очень неплох в плане главного героя не очень во первых маловато армии приносит с собой что уже минус во вторых мистицизм для главного героя ну тоже крайне редко может оправдываться особенно в связке с разведкой которая тоже 50 на 50 иногда она очень нужна иногда может пригодиться может нет а иногда не нужна совсем особенно на маленьких шаблонах где разведка идет и так очень быстрыми темпами в общем скорее нет все таки пигуэдрам не очень хороший есть герои здесь поинтересней далее у нас есть тан он сразу же в книге заклинаний идет с волшебной стрелой что делает его очень полезным и даже без отстройки гильдии магов он уже может хорошенечко выбивать нейтралов на карте является специалистом по джинам что тоже довольно таки полезно хотя этот юнит отстраивается далеко не всегда помимо этого имеет продвинутую грамотность и вот это делает как раз таки его не хорошим главным героем а отличным саппортом вспомогательным героем который сразу же может изучать заклинания с первого по третий уровень и переучивать другим то есть вам остается один уровень ему поднять чтобы заэкспертить грамотность и вы можете с первого по четвертый уровень вообще передавать это очень и очень полезный герой в плане того какую армию он приносит это стандарт вот эта армия это армия которую приносит большинство героев этого города это 30-40 гремлинов 3-5 горгулик и 2-3 голема следующий герой у нас Жозефина у которой специальность големы как раз таки и есть мистицизм и волшебство которые больше нужны магам чем воинам поэтому это такой знаете боевой маг алхимик но больше со ставочкой все таки в магию нежели в боевую мощь армию приносит не совсем стандартную гремлины приносятся так же а вот големов может зайти 2 стека во втором всегда заходит 2 а в третьем от 2 до 3 поэтому если вам нужно больше именно големов на старте в этом плане может пригодиться именно Жозефина плюс имеющиеся у нее ускорения как раз под големов заходит очень неплохо и в этом плане Жозефина может неплохо смотреться на каких-нибудь маленьких картах или в битвах магов хотя она таковым и не является но в целом по качеству думаю что она проигрывает стартовые первичные навыки такие же как у всех алхимиков это один атаки один защиты два сила магии два знания в целом класс больше все-таки в магию в начале выглядит нежели в атаку и защиту далее рассмотрим рассмотрим с вами такого героя как иона тоже алхимик второй специалист по джинам в этот раз немножко более интересный сразу же в наличии есть волшебная стрела стандартное количество армии приносит в начале и именно наличие интеллекта ее делает немножко лучшим вариантом чем тот который был до этого из специалистов по джинам но опять же имеется грамотность которая больше нужна вспомогательным героям нежели главному в большинстве случаев поэтому как главный герой наверное ионка не очень далее мы переходим к магам у которых и класс тоже так называется именно маги и здесь первым идет астрал с продвинутой мудростью что позволяет изучать ему прям со старта игры заклинания вплоть до четвертого уровня специалист по гипнозу также в книге заклинаний есть тоже сразу же заклинания гипноз приносит с собой стартовую армию абсолютно стандартную ну скажем так герой очень интересный но заклинание гипноз имеет очень и очень непростую со своей стороны историю ее использования потому что использовать гипноз в основном вы можете с пользой для себя либо на маленьких и слабых стеках соперника либо либо с огромнейшей силой магии со стороны астрала которая бывает далеко не всегда именно как раз таки то что не хватает силы магии достаточно и стеки большие против которых вы сражаетесь вы не можете это заклинание накладывать то есть оно накладывается далеко не всегда формула там очень и очень скажем так убивает это заклинание но опять же его полезность бывает бывали даже случаи причем не единожды когда именно это заклинание приводило к победе того или иного героя причем неожиданно для второго следующим героем является Халон тоже маг тоже стартует с двумя силы магии и тремя знаниями как и все маги является специалистом по мистицизму и имеет мистицизм на старте а также имеет мудрость и пожалуй это единственный наверное маг с мистицизмом у которого мистицизм оправдывается то есть когда он прокачивается хорошенечко он начинает пополнять огромное количество маны прям по пути и это приводит к тому что Халон даже не садится в какие-то города пополнять ману а пополняет все на ходу постоянно начинает сражаться и при этом на следующий ход мана уже пополняется но чтобы все это выглядело таким образом что мана пополнялась очень быстро надо его конечно очень сильно раскачать поэтому это явно не первая неделя и во многом даже не вторая неделя больше под затяжные игры Халончик может себя проявить хорошо далее рассмотрим сирену еще один специалист по зоркости имеется зоркость в начале во вторичных навыках также есть мудрость приносит стандартную стартовую армию в наличии есть снятие заклинаний ну опять же уже кучу раз мы рассматривали специалистов по зоркости нет оно того не стоит следующим героем у нас идет даремив маг специалист по удаче также имеется в книге заклинаний удача и этот герой на самом-то деле даже несмотря на всю эту специфику с удачей которую мы с вами рассматривали он неплохой во-первых за счет интеллекта и мудрости которая есть то есть у нее больше 30 маны будет на старте вы можете много накидывать заклинаний поэтому если вы под даремив первым ходом построите гильдию магов она сразу же начнет себя оправдывать но опять же она немножечко уступает некоторым героям магам из этого города и находится там где-то на втором третьем месте в зависимости от ситуации далее идет Теодор маг но маг довольно интересный это маг со ставкой через магов играть как таковых он усиливает их поэтому стрелковый стэк магов здесь под его предводительством выглядит гораздо лучше имеется в книге заклинаний заклинания щит и казалось бы до этого момента все идет замечательно приносит с собой стартовую армию абсолютно стандартную и только когда мы заглядываем во вторичные навыки мы понимаем что у него есть баллистика и этот герой уже ну во многом с лишним навыком все таки это не настолько топовый навык чтобы его качать главному герою хотя иногда даже этот навык вам может пригодиться если вы прям уверены что именно вы будете штурмовать соперника в городе а не он вас и вот пожалуй лучший вариант и лучший маг который здесь есть в принципе в наличии этого города это Салмир специалист по цепной молнии по заклинанию четвертого уровня которая сразу же есть на старте игры это просто имба сразу же есть волшебство которое еще сильнее цепную молнию усиливает имеется мудрость армия абсолютно стандартная и цепная молния которая ну сама по себе бьет по 4-5 стекам в зависимости от прокачки магии воздуха она здесь усиливается еще и волшебством и у этого класса вы сами знаете что очень велик шанс на то что им зайдет магия воздуха благодаря этому Салмир является не только одним из лучших магов у этой расы у этого города но и в целом в игре однозначно для старта советуем но есть и минусы вам хватает маны только на одну цепную молнию и после каждого каста цепной молнии вам вначале придется садиться и пополнять ману а это уже минус далее идет Кира Кира довольно хороший маг у нее сразу же есть мудрость стандартная стартовая армия заклинание ускорения по которому она еще является специалистом поэтому она добавляет больше клеток к ходу тех или иных юнитов и в бою с другим героем который тоже будет давать ускорение она будет выглядеть предпочтительнее в целом она хороший маг и единственный ее минус и он же плюс это наличие дипломатии если вы играете в игре без правил то в этом городе сразу же стартует Закиру даже Салмир рядом с ней не может стоять из-за того что все-таки шанс на дипломатию у этого класса маленький а здесь он есть сразу и надо ловить момент ну а если вы играете с правилами где дипломатия запрещена к сожалению Кирочка больше как вспомогательный герой будет полезно хотя на маленьких картах можно конечно рискнуть сыграть Закиру ускорение все-таки будет очень сильно оправдываться даже под гремлинами и качаться она будет довольно-таки хорошо главное чтобы она больше не ловила ненужных навыков чтобы дипломатия осталась единственным и еще один ребят специалист по золоту это Айн часто выбирается при старте этого города в тех случаях когда вы не знаете кого вам выбрать главным героем в том шаблоне и под те правила в которых вы играете на 200% сложности себя оправдывает очень хорошо и на маленьких картах в наличии имеется проклятие что ну не лучшие конечно заклинания но применение можно найти также есть мудрость но вот имеющаяся грамотность немножечко все портит таким образом из-за проклятия и грамотности наверное Айн не самый топовый герой но с учетом того что башенка довольно дорогой город наверное Айн для старта неплохой вариант то есть стартуете за Айн она вам приносит побольше золота что позволяет вам лучше отстраиваться и быстрее скупаться а вы в таверне уже будете искать себе какого-то героя который для вас будет казаться более интересным следующий город на рассмотрении это инферно это раса бесов демонов девилов эфритов и так далее здесь тоже есть свой набор героев и давайте мы для начала рассмотрим какие же классы героев здесь имеются класс воинов здесь представлен демонами а класс магов представлен еретиками у демонов при прокачке первичных навыков одинаковые шансы на атаку и защиту по 35% и одинаковые шансы на силу магии и знания по 15% таким образом атака и защита у них качаются хорошо и в плане воинов до 10 уровня это очень хороший класс после 10 уровня у демонов ситуация немножечко ухудшается но там буквально ребят на 5% вместо 35 атаки и защиты становится уже в этом случае по 30 атака и защита и по 5% вырастает шанс на силу магии и знания поэтому при прокачке обычно со знаниями и силой магии здесь есть определенные проблемы но на то это и воины чтобы они выглядели как воины так что демоны ребят это один из лучших классов воинских которые вы можете встретить в игре и даже если вы играете за другую расу но вам приходит кто-то из хороших воинов которые здесь будут присутствовать всегда есть шанс задуматься а может все-таки мне пересесть и начать качать одного из этих героев далее рассмотрим еретиков магов да у них абсолютно обратная ситуация у них по 15 процентов на атаку и защиту по 35 на силу магии и знания что делает их опять же довольно-таки неплохими магами но в то же время у них стартовые навыки не очень хорошие как для магов поэтому 50 на 50 хороши или нехороши они маги мы с вами более детально еще дальше рассмотрим а вот после десятого уровня у еретиков ситуация немножко меняется и тоже она является просто обратной для тех же демонов у них 20 атаки 20 защиты и по 30 силам магии и знания шанс если рассмотреть вторичные навыки то по поводу демонов можно сказать что у них 6% шанс на стрельбу с учетом того что здесь только маги магоги точнее являются стрелковым стеком ну наверное это далеко не всегда нужно но зато огромнейший шанс 10 ребята это самый большой шанс в игре на логистику поэтому они часто перетемповывают своих оппонентов и вот если вы ищете какого-то героя за любой город который должен по-быстрому словить логистику даже не думайте если пришел какой-то демон берите не пожалеете логистику скорее всего словите быстрее чем за других героев помимо этого имеется хороший шанс в виде семерочки на баллистику которая конечно же в большинстве случаев вам не нужна зачем вам улучшать штурм городов хороший шанс на тактику 6 это уже хороший плюс помимо этого на оружие 8 на доспехе 7 и на сопротивление магии 6 в принципе по прокачке таким образом демоны выглядят пока что наверное лучшим воинским классом из 4 рассмотренных городов если если мы рассмотрим еретиков то у них 8% на мудрость шанс 10% на мистицизм что наверное немножечко лишнее ну а мудрость она конечно же нужна помимо этого 6% на баллистику что пожалуй тоже будет больше лишним и по 6% на интеллект и волшебство что для магов как раз таки хорошо поэтому довольно средненький класс магов но далеко не худший в игре например они все равно смотрятся лучше чем те же например касловские священники по некоторым параметрам или даже друиды у оплота но при этом в некоторых местах все таки проигрывают и первыми вторым давайте рассмотрим теперь по очереди этих героев класс воинов представлен демонами стартуют они с двумя атаки и защиты и по единичке сила магии и знания первым героем который мы будем рассматривать это фиона она специалист по адским гонщим и это единственный герой который приносит с собой вместо одного два стека собак с определенным шансом стартуют демоны без книги заклинаний поэтому под них надо отстраивать гильдию магов что недешево и за 500 там еще покупать книжку идет с продвинутой разведкой в целом герой довольно средненький но есть даже отдельные тактики игры за фиону поэтому разведку можно здесь не считать огромным минусом в наличии плюс за нее хорошо стартовать как раз чтобы больше собачек было у собачек большой разброс по урону если вы найдете благословение или сумеете лучше улучшить этих собачек на старте игры это может очень сильно оправдаться далее идет рашка у которого такие же стартовые навыки приносит стандартную для этого города армию 15-25 бесов 4-7 гогов и 3-4 собаки является специалистом по эфритам что замечательно имеется мудрость лишней она не будет но имеющаяся грамотность немножко портит впечатление раньше рашку часто брали даже стартовым героем и делали главным героем потому что основной удар на первой и последующих неделях делается именно на эфритов и почему бы эфритов не постараться усилить но как раз таки то что у него нет ни оружия ни доспехов на старте помимо этого армия стандартная идет и грамотность которая не всегда нужна она заставляет все таки задумываться а надо ли его брать на старте так что тут 50 на 50 есть очень классные моменты это типа специализации эфритов ну и мудрость которая наверное будет не лишней а есть не очень хорошие типа грамотности опять же мудрость которая тоже 50 на 50 ну и ничем не примечательная стартовая армия далее идет мариус и это как раз таки претендент на одного из лучших героев которые здесь есть потому что она является специалистом по демонам плюс у нее сразу же идут продвинутые доспехи это герой за которого вы будете получать меньше всего урона от врагов прям со старта игры армию приносит абсолютно стандартную но как раз таки именно специализация ее очень сильно спасает потому что эта раса обычно со второй недели где-то со второго тире четвертого дня второй недели если у вас стоит такая стратегия то начинает демонить и стэк демонов начинает расти очень и очень быстро а мариус как раз его ускорит и усилит и превратит в очень мощный ударный стэк поэтому это наверное герой из топ 3 у этой расы которого нужно рассматривать и не забывайте о продвинутых доспехах которые очень сильно будут снижать урон следующим героем является игнат который приносит до 3 стэков бесов сразу же имеется сопротивление и тактика которые позволяют тоже значительно снижать урон и в битве с компьютером и главными героями и позволяет тактика расставляться должным образом защищать от магии здесь будет сопротивление поэтому если вы по магии отстаете для игната это не так уж и страшно герой конечно в принципе неплох и как для стартового героя чтобы побольше бесов было как ударного стэка который еще усиливается и ускоряется со стороны игната и как главного героя тоже он конечно же немножечко проигрывает на старте в битвах той же Мариус но в перспективке может стать далеко не хуже далее идет Октавия как вы знаете раса Инферно дорогая в постройке поэтому лишнее золото здесь никогда не будет и именно поэтому часто можно увидеть когда стартуют за Октавию ее не делают главным героем но стартуют потому что она приносит много золота армию приносит абсолютно стандартную есть грамотность которая часто бывает лишней но имеется оружие которое сразу же позволит армии вашей наносить дополнительный урон если все таки в таверне вы не найдете никого лучше но в идеале конечно Октавию брать только стартовым героем а потом в таверне все таки искать кого-то получше Калх герой которого очень любят новички и не только новички из-за того что он может принести до трех стеков стрелковых которых еще ускорит и усилит это специалист по гогам у которого сразу на старте есть стрельба которая еще сильнее начинает усиливать гогов и пожалуй это наверное самый комфортный старт для новичков будет в игре делать делать его главным героем не обязательно но даже если сделаете ничего страшного не произойдет единственное что стек гогов который вам очень нужен на первой неделе к концу второй недели начинает терять свою важность если это особенно большая карта и вот там такалх может уже смотреться не очень-то и интересно но на маленьких средних картах в принципе неплохой герой правда разведку можно тоже считать 50 на 50 ее полезности следующим героем у нас является пирь специалист по баллисте приносит с собой баллисту но приносит с собой меньше армии основным плюсом пирь является не только то что она является специалистом по баллисте которую неплохо так усиливает и управляет ею что позволяет ей с меньшим количеством армии и баллистой сражаться вообще специалисты по баллисте могут с собой брать какие-нибудь единички быстрые там по одной феечке там например сколько-то стеков и так далее и баллиста дальше сделает за вас всю работу то есть у нее выстрелы бесконечные что позволяет выбивать любой сложности охраны самое главное чтобы эти охраны не были быстрыми чтобы ваши единички могли водить по полю и заставлять бегать за собой нейтралов до тех пор пока баллиста будет их расстреливать в принципе герой довольно неплохой логистика которая есть она позволяет сразу же ускориться и не искать логистику выпадет она или не выпадет позволяет даже против специалистов по логистике в начале нормально соперничать и не очень сильно отставать но в перспективе конечно специалисты по логистике все равно обгонят так в целом для старта герой неплохой далее идет Нимус тоже пожалуй один из лучших вариантов которые есть у данной расы для того чтобы делать ее главным героем армию она приносит стандартную но она специалист по владыкам дня или как в данном случае порождение зла которые нужны для демонения конечно основным стэком будет при демонении у вас именно стэк демонов что делает Мариус более топовым вариантом нежели Нимус но в плане ударной мощи лучше Нимус вы никого не найдете потому что у нее идет сразу же продвинутое оружие под ней любая армия будет наносить гораздо больше в ближнем бою урона чем за любого другого героя у этого города далее переходим к магической составляющей к еретикам и вот тут пожалуй один из лучших вариантов за кого можно стартовать из магов на маленьких картах например при игре за данную расу это Айден у которого есть интеллект из-за того что все еретики стартуют с единичкой атаки защиты знаний и всего лишь два сила магии это приводит к тому что у них всего лишь 10 маны на 10 маны вы можете кастануть буквально одно-два заклинания причем низкоуровневых и это большой-большой минус игры за них у него имеется сразу же просмотр земли который конечно в начале вам не очень надо но в перспективе пригодится но огромным преимуществом его является наличие интеллекта именно за счет интеллекта вы можете в большинстве случаев кастовать два заклинания во время боя вместо одного как это делает большинство героев у этой расы армию приносит с собой стандартную пожалуй один из лучших магов здесь далее идет ксерон который из-за грамотности выглядит не очень хорошо но специализация у него неплохая у него сразу же есть заклинание инферно он специалист по этому заклинанию поэтому он его усиливает еще сильнее армию приносит стандартную но вот проблема у него даже не хватает маны для того чтобы кастовать это заклинание в начале игры и он с ним просто бегает нося у себя в книжке это конечно же огромный минус поэтому пожалуй ксерон он в начале игры очень слаб и начинает проявлять себя только ближе к концу или к середине игры где он уже становится полезным поэтому если вам хватает сил и умений нормально развиваться без каких-либо серьезных бонусов в начале игры можно рисковать и брать ксерона но в остальных случаях пожалуй нет далее идет аксис специалист по мистицизму точно так же как холону башни аксис начинает себя лучше показывать больше на средней и поздней дистанции во время игры когда игра затягивается потому что от специальности этой вы будете получать бонусы только когда аксис хорошо раскачается тогда надо не заходя в колодцы маны не садясь пополнять ману будет ее пополнять по пути но все равно считаю ее довольно средненьким вариантом для игры через магию армию приносит стандартную имеет у себя в книжке заклинаний заклинания защита от воздуха следующим героем является алема у нее специализация по слабости и именно такое же заклинание есть в начале сразу же скажу что заклинание кастуется крайне и крайне редко ему можно найти применение но обычно есть что-то более интересное сразу же есть баллистика что делает этого героя далеко не лучшим магом она примерно как Теодор у башенки который тоже любит штурмовать города можно найти в этом и плюс но опять же не всегда вы штурмуете город соперника иногда штурмует и ваш и в этом плане алема вам не даст никаких бонусов абсолютно армию приносит стандартную ничем не примечательный герой наверное для старта не советую следующим героем является калит это так называемый герой шахта как при захвате шахты с драгоценными ресурсами они приносят единицу того или иного ресурса также есть и герои которые тоже приносят по единичке какого-то ресурса вот один из таких героев это калит она приносит серу сера является одной из важнейших ресурсов при отстройке данного города поэтому если вы играете какой-то сверхбедный шаблончик где вы почти уверены что вам не будет хватать серы можно стартовать за калит но из минусов у нее есть обучение которое пожалуй наверное лишнее если не играть с дополнительными навыками плагинами которые подключены в игре армию приносит стандартную из хорошего можно еще отметить наличие ускорения в книге заклинаний что конечно же большой плюс но в целом специализация никак не поможет вам лучше развиваться на карте которая никак не поможет вам в бою и это только ставка на экономику в основном калит используется как саппорт вспомогательный герой который помогает немножко поднять экономику в плане главного героя она не дает вам никаких бонусов за исключением ускорения которое есть в книге заклинаний наверное для старта тоже не советуем далее идет аж специалист по жажде крови и именно это же заклинание имеется в книге заклинаний применение данному заклинанию можно найти оно серьезно усиливает ваших юнитов во время боя армию приносит с собой стандартную но огромный минус то что у нее есть зоркость если данный навык не усилять то пожалуй пользы от игры за этого героя не так уж и много и зоркость наверное все перечеркивает плюс класс героя как вы знаете довольно средненький далее идет зидар и это пожалуй чуть ли не лучший герой который здесь есть вот они с айденом пожалуй могут посоперничать кто же из них лучше айден у него будет больше маны а зидар он будет сильнее бить ударной магией он специалист по волшебству и чем сильнее вы будете его прокачивать тем больше урона будет наносить ваша магия даже если сила магии не будет расти что вряд ли армию приносит с собой стандартную еще одной проблемкой у него является то что в начале у него нет никакой ударной магии есть только камни кожа а именно ударную магию он может нормально усилить но так в целом герой хороший и если отвлечься от его класса и от того как он будет качаться то очень перспективный в начале не будет очень сильно выделяться но после раскачки станет очень хорошим героем ну и последний маг который здесь есть в наличии это ксарфакс специалист по шаровой молнии по огненному шару опять же маны ему не будет на него хватать в начале игры поэтому вам придется его еще и раскачать перед тем как использовать как для мага у него есть лидерство которое пожалуй здесь не нужно лучше на карте найти какие-нибудь артефакты которые повысят вам морали боевой дух ну а мудрость да она нужна армия стандартная поэтому герой довольно средненький и как вы поняли все таки зидор и айден оптимальные варианты для игры через магов оптимальные варианты для игры через воинов это мариус нимус и пирь в некоторых случаях сюда еще можно подключить фиону и калха следующие расы у нас идут с вами некроманты и давайте с вами сразу же рассмотрим каким образом они будут качаться и так смотрите воины здесь представлены рыцарями смерти у них 30 процентов шанс на атаку 25 на защиту 20 на силу магии 25 на знание в целом тут разница буквально в 5 процентов между тем какой навык зайдет они качаются пропорционально с одной стороны это не делает их лучшим вариантом ни в одном из направлений ни в защите ни в атаке ни в ударной мощи ни по количеству знаний но с другой стороны они являются универсалами таким образом играя за рыцарей смерти вы будете получать пропорционально раскачанных героев у которых будет все но при этом будет все это качаться гораздо медленнее чем у других но сила их не в этом сила их все-таки в некромантии после 10 уровня рыцари смерти немножко меняют свои показатели у них у них полностью все выравнивается у них все навыки первичные с 25% шансом то есть один к четырем что выпадет любой навык во время прокачки у некромантов это класс именно магов у некровского города шансы немножко другие у них атака и защита заходят гораздо реже по 15% а сила магии и знания по 35% в принципе они даже как маги выглядят довольно неплохо хуже конечно по первичным навыкам чем те же маги из башенки но зато получше чем некоторые другие города которые мы с вами рассматривали после 10 уровня у них тоже все выравнивается и абсолютно равные шансы на выпадение всех навыков по 25% если же рассматривать вероятность получения вторичных навыков то ситуация здесь следующая начнем с воинов это рыцари смерти у них хороший шанс восьмерочка на выпадение навигации а это все же минус больше чем плюс о чем мы с вами говорили раньше все-таки игра ведется без воды в основном шестерочка на получение мудрости но мудрость как вы знаете она всем классом с хорошим шансом будет выпадать на определенных уровнях семерочка на выпадение баллистики для штурма города мы тоже это с вами рассматривали это тоже в принципе не очень хорошо дальше семерочка на выпадение оружия и на выпадение доспехов там со средним шансом можно словить доспехи обычно они все-таки ловятся то есть в целом можно сказать что 50 на 50 идет хорошая или нехорошая раскачка у этих героев но именно наличие некромантии она все вот эти вот недостатки перечеркивает и делает их довольно хорошими героями далее рассмотрим некромантов у них 6% шанс на поиск пути поэтому если вы будете играть какой-нибудь шаблон где вы заранее будете знать что будет много зон со штрафами то возможно есть смысл задуматься играть не через воинов у этой расы а именно через магов через некромантов помимо этого 8% шанс на мудрость 6% шанс на мистицизм что тут уже 50 на 50 но во многих случаях он все же минус почему-то огромный шанс на зоркость которая этому классу наверное не очень нужна да и не только этому но зато огромный шанс ребят 8% на магию земли а именно магия земли при прокачке за эту расу нужна более того я вам больше скажу при прокачке за любую расу прокачанная магия земли и найденное заклинание замедление это самое топовое что вы наверное хотите иметь в начале игры более того здесь ключевым заклинанием является поднятие нежити которое является аналогом воскрешения у других рас и таким образом магия земли здесь будет очень и очень кстати также шестерочка на получение грамотности именно грамотностью часто некроманты качаются из-за того что вообще велики шансы на заход многих ненужных навыков среди которых и мистицизм и баллистика та же и иногда они приходят в связке как раз таки с грамотностью и хочешь не хочешь тут уже вам будет приходиться наверное именно грамотность брать что тоже наверное является определенным минусом также неплохие шансы на интеллект и волшебство по 6% для магов это однозначно плюс ну и также у рыцарей смерти и у некромантов 10% шанс на некромантию плюс она всегда дана на старте игры поэтому она вам будет выпадать во время прокачки очень часто и именно некромантия это ключевое что и нужно иметь при игре за данную расу теперь давайте рассмотрим непосредственно самих героев во-первых имеется стракер я даже не буду говорить что всегда имеется навык некромантии просто пропускаем это является специалистом по живым мертвецам приносит с собой от 1 до 3 стеков этих зомби и имеет ускорение благодаря тому что он единственный герой который специалист по зомби очень медленным существам у которых третья скорость наличие ускорения заклинания и то что он является специалистами он их ускоряет на плюс один именно это делает единственный вариант игры через зомби кроме стракера играть кем-то за зомби является не то что малопрофитным да вообще в ряде случаев непрофитным а тут прям реально можно даже задуматься может быть поиграть в каких-то случаях но все равно в большинстве случаев играют через скелетов и зомби даже через преобразователь скелетов тоже превращаются в скелетов если же нет то они используются как аджор при взятии каких-то банков за счет большого количества здоровья также имеется в наличии сопротивление от магии что его немножечко спасает в магическом плане в разных битвах в целом как некромант он наверное герой ниже среднего далее идет в океал причем довольно уникальный герой с одной стороны он специалист по вампирам с другой стороны у него есть артиллерия но при этом он не приносит с собой баллисту поэтому артиллерия в ряде случаев еще и лишний навык в его наличии что делает его тоже героем ниже среднего казалось бы хорошая специализация но лишний навык армию приносит стандартную стандартная армия для этой расы это 20-30 скелетов 4-6 зомби 4-6 тряпок имеет в наличии сразу же на старте каменную кожу стартует с единичкой атаки и знаний и двоечкой защиты и силы магии так стартуют все рыцари смерти далее идет мандор специалист по личам у которого сразу же в наличии есть замедление поэтому вам даже его не надо будет искать казалось казалось бы вроде топового можно было бы за него стартовать замедление неплохая специализация все дела да он в принципе некромант выше среднего но у него есть один минус лишний навык обучения что немножечко все портит далее идет чарна это кстати один из лучших вариантов для старта у этой расы она не является топовым вариантом но она является хорошим вариантом во первых специальность тряпки что делает ее наверное ну не лучшим некромантом или рыцарем смерти в данном случае но зато у нее есть тактика которая позволяет лучше пробивать стрелковые стеки подставляя свою армию ближе к стрелкам а помимо этого у нее в книге заклинаний есть волшебная стрела что позволяет значительно снижать урон и быстрее убивать нейтралов армию приносит не совсем стандартную она может принести до двух стеков от 4 до 6 тряпок именно так называют призраков и стражей и вообще надо отметить что рыцари смерти приходят с книгой заклинаний что экономит вам конечно же золото далее идет тамика на ряду с той же чарной она выглядит тоже замечательно специализация у нее еще более топовая чем у чарной это черные рыцари которые являются одним из ключевых стеков наряду со скелетами армию приносит стандартную имеет в наличии сразу же оружие что позволяет наносить больше урона и в периоды когда у вас не очень много скелетов особенно на старте это может оказаться ключевым в полезности тоже имеется у нее волшебная стрела в наличии вот вы видите что и у чарной волшебная стрела и у тамики волшебная стрела но если их сравнивать между собой тамика более топовый вариант за счет специализации далее у нас идет исра исра это наверное самый лучший некромант из рыцарей смерти у нее идет специальность некромантии у нее продвинутая некромантия она приносит с собой стандартную армию но опять же у нее в книжке сразу же есть волшебная стрела это вот просто из всех рассмотренных вариантов самый топ но есть один минус если будете играть по правилам портала hero's world с включенной галочкой в этом случае для исры будет скрываться экспертная некромантия до тех пор пока вы все навыки не прокачаете поэтому она может нахвататься кучу разных бесполезных навыков и превратиться в такого немножечко средненького героя но с другой стороны все равно на старте игры быстрее нее не крить не будет ни один рыцарь смерти поэтому скелеты копятся под ней очень быстро далее идет клавиус клавиус очень хороший герой для старта и для того чтобы делать его главным героем он так же как и остальные рыцари смерти стартует с волшебной стрелочкой помимо этого он приносит 350 золота в день что на 200 процентов сложности или если вы поторговались таким образом что у вас мало золота на старте делает клавиуса очень даже перспективным героем так же в наличии сразу же есть оружие в целом герой очень и очень хороший и в некоторых случаях даже есть смысл брать его реально главным героем ну или как минимум стартовым чтобы пополнить запасы золота далее идет галтран многими считается галтран топ 1 и вообще лучший герой за которого можно играть за эту расу из-за того что он с собой приносит от 1 до 3 стеков скелетов и когда он приносит 3 стека ближе к 30 саточки плюс докупаются скелеты в замке а также выкупается еще один некромант из таверны очень часто при игре за галтрана у вас уже больше сотни скелетов основная проблема при игре за некромантов как раз и является то что в основном в начале у вас там от 40 до 70 скелетов и пока скелетов не станет больше сотни тяжело воевать и пока не заэкспертится некроманте так вот под галтраном это все происходит гораздо лучше во первых у него есть доспехи что позволяет экономить больше в бою скелетов во вторых у него есть заклинание щит что еще снижает как минимум на 15% получаемый урон в ближнем бою более того он является специалистом по скелетам что позволяет ускорить скелетов на плюс один и таким образом упростить взятие склепов и многих других объектов а также пробивать многие охраны менее болезненно в общем это реально один из лучших если не лучший герой за которого вообще нужно стартовать единственный минус наверное это то что идет основная некромантия у него и ну не критин начнет только после того как вы заэкспертите этот навык но делается это не очень сложно и не очень долго далее переходим к нашим некромантам магам первый это септиена специалист по волне смерти приносит стандартную армию а также имеет в наличии волну смерти в книге заклинаний казалось бы у нее есть грамотность и это типа лишнее но в данном конкретном случае нет базовая грамотность в наличии септиены она позволяет ей передавать волну смерти другим героям а также переучивать разные заклинания от других героев таким образом как стартовый герой наверное она не лучший вариант но как герой вспомогательный может пригодиться но опять же на каких-нибудь маленьких картах типа с кирмишем 200 даже септиеном может делаться главным героем и более того показывать свой класс также ее полезность заключается еще и в том что во время проведения боев вы наверное не единожды видели когда игроки делают много единичек для снятия ответок для прикрытия и так далее так вот одна волна смерти все единички падают и дальше вы просто добиваете ключевые стеки со стороны соперника поэтому герой очень полезный далее идет айслин которая является одним из лучших некромантов магов которые есть в игре а все благодаря тому что у нее сразу же на старте есть метеоритный дождь и она еще является специалистом по этому заклинанию таким образом метеоритный дождь бьет очень больно позволяет очень легко пробивать стрелков и многие охраны на пути пробивная сила в магическом плане ну наверное лучше у этой расы также есть мудрость стандартная армия на старте однозначно смысл стартовать за айслин есть особенно на маленьких картах но даже на больших картах айслин смотрится очень хорошо помимо этого есть сандра сандра это наверное главный конкурент для айслин у него нет конечно такой топовой ударной мощи по магии в начале но за счет того что он является специалистом по волшебству а также волшебство есть в его вторичных навыках когда он раскачается он будет наносить даже больше урона чем сама айслин тем же заклинанием когда он его получит сразу же на старте есть замедление которое не надо искать поэтому старт за сандра если вы собираетесь играть за магов он является не таким уж и плохим далее идет нимбус один из самых нелюбимых некромантов для многих игроков в книге заклинаний есть щит это полезно но наличие зоркости теряет всячески интерес к этому герою поэтому пожалуй не стоит за нее играть далее идет тант и вот это пожалуй третий некромант который может посоперничать и с андро и с айслин также это один из самых темповых героев по развитию это специалист по поднятию нежити или оживлении мертвеца это заклинание сразу же есть в книге заклинаний единственный минус игры за танта это то что у него есть мистицизм что немножечко ухудшает его раскачку придется мириться с этим навыком но тант может например начинать брать утопию уже на второй неделе без особых проблем после того как у него становится там каких-нибудь 200 или 300 скелетов даже галтрану с таким количеством брать утопии не всегда получается а вот у танта за счет того что поднятие нежити у него сразу же есть делать это без проблем можно поэтому темп который показывает тант иногда это просто невозможно затащить но не все бывает так гладко как вы знаете в игре очень много событий происходит поэтому некоторые все-таки решают стартовать за того же галтрана лучше нежели за танта тут уж смотрите сами плюс без оружия и доспеха в финальном бою если вы не нароете себе достаточное количество заклинаний или тех же навыков оружие и доспехи они могут зайти но шанс очень и очень маленький и если против вас найдут красный шарик то любой маг конечно перед воином может и не устоять далее идет кси специалист по каменной коже именно это заклинание есть на старте стандартная армия но опять же обучение которое есть у него в наличии делает его героем не очень хорошим и ведамина ведамина так же как и исра это лучшие герои для быстрой некромантии у обоих на старте сразу же есть продвинутая некромантия у обоих на старте есть специальность некромантия но разные заклинания у ведамины все-таки имеется проклятие плюс ведамина больше качается в мага аисра больше в воина но ведамина точно так же забанена на портале hero's world как имбовый герой которому в общем-то точно так же скрывается экспертная некромантия при прокачке из-за чего иногда на выбор у вас только один навык появляется и не всегда этот навык хороший может нахвататься много негатива но если вы не играете по правилам портала hero's world в этом случае у вас открываются огромные возможности по некрению по сути вам если вы быстро хотите начать некрить вам нужно выбрать между воином и магом как вы хотите прокачиваться больше в магию или больше в воина ну и последним героем здесь является нагаш тоже специалист по золоту вы знаете что есть клавиус который качается в воина и приносит золото а также есть нагаш который тоже приносит золото но качается он больше в мага более того у него на старте игры больше всего будет маны за счет того что у него есть интеллект но правда нет хороших заклинаний в книге заклинаний у него только защита от воздуха армию приносит стандартную едем дальше следующее на очереди у нас темничка это скажем так раса ближе к темным эльфам подземелья строглодитами гарпиями минотаврами медузами красными драконами в том числе и черными и мантикорами здесь тоже есть свои классы героев воины здесь представлены лордами а маги представлены чернокнижниками и если говорить о вероятности повышения основных навыков то они будут следующие у лордов 35 процентов на атаку и защиту и 15 процентов на силу магии и знания а у чернокнижников по 10 процентов на атаку и защиту то есть атака и защита конечно заходят но очень редко и что самое интересное у них 50 процентов на силу магии и только 30 на знания таким образом в плане ударной мощи чернокнижники наверное одна из лучших раз классов героев магических которые только есть вот больше них в принципе на силу магии шанса нет больше ни у кого то есть это самые жесткие по силе магии маги но после 10 уровня ситуация немножечко меняется выравнивается прокачка у лордов и она становится 30-30-20-20 у чернокнижников она в обратном порядке становится 20-20-30-30 таким образом дальше уже более ровненько качаются герои но в принципе вот сколько раз я прокачивал самих лордов они у меня качались примерно так же пропорционально как и те же рыцари смерти у некромантов особой разницы я не заметил но в теории мы видим с вами что разница все таки есть и она вроде как даже существенная далее есть смысл рассмотреть получение вторичных навыков какие же заходят чаще какие нет у лордов 6% на стрельбу в принципе с учетом двух стрелковых стеков которые есть у данной расы это большой плюс 8 шанс на логистику поэтому они конечно уступают в получении логистики воинам из инферно но в целом отстают от них ненамного и шанс на получение логистики очень и очень хороший помимо этого у них восьмерочка шанс на лидерство тут уже сами думаете нужно вам это будет или нет 7% на баллистику чтобы лучше штурмовать города это уже пожалуй минус а также десяточка на получение тактики поэтому получить тактику при игре за одного из этих героев это вообще не является проблемой также 8 шанс на артиллерию чтобы лучше управлять баллистой обычно все-таки это не используется 8 шанс на атаку 6 на доспехи поэтому в этом плане в бою у них проблем нет и ловят они с большим шансом все необходимое и так же как для хорошего шанса перестраховаться у них шанс в виде 6 на сопротивление магии что тоже довольно таки хорошо если же мы говорим с вами о чернокнижниках то у них десяточка шанс на получение мудрости что в принципе понятно есть восьмерка на мистицизм что пожалуй наверное лишнее восьмерка на зоркость что тоже пожалуй лишнее восьмерка на грамотность что скорее всего тоже лишнее но зато восьмерочка на интеллект и десятка на волшебство исходя из этого получается что по первичным навыкам чернокнижники это пожалуй самый-самый топ который есть но зато если мы заглянем в шансы выпадения вторичных то здесь даже больше выпадают ненужные навыки, чем нужные. Хотя некоторые нужные навыки тоже здесь находятся на приличном уровне. Ну а теперь пришло время нам рассмотреть самих героев. Итак, первая у нас Лорелэй. Это специалист по гарпиям. И она приносит от 1 до 3 стеков именно гарпий. Есть даже отдельная стратегия игры именно за этого героя с гарпиями. С их быстрым улучшением. И я думаю, что нам следует эту тактику в дальнейшем рассмотреть. Стартуют лорды с двумя единицами атаки и защиты. И с одной единицей силы магии и знаний. Стартуют без книги заклинаний. Но единственные минуса, которые есть у Лорелэй, это наверное ее навыки. Первый это разведка, который не всегда нужен. Но периодически может оказаться очень полезен. А вот лидерство тут 50 на 50. Дело в том, что конкретно под гарпий лидерство заходит просто неимоверно круто. И вы это увидите в будущем. А под некоторых других юнитов не всегда нужны. Плюс в этом городе есть минотавры. У которых вообще всегда положительная мораль. Им наплевать на лидерство. У них и так все хорошо. Поэтому герой по-своему уникальный. Но герой не для новичков. А для ребят, которые умеют за него играть. Следующим героем является Орлаш. С двумя атаками, двумя защитой. И точно так же с единичкой силы магии и знаний. Специалист по баллисте. Сразу же имеется оружие и артиллерия. Приходит с баллистой, но приносит меньше армии. От одного до двух стеков. В принципе позволяет даже с меньшим количеством армии и баллистой неплохо себя чувствовать в боях с нейтралами. Баллиста компенсирует недостаток армии. Но все равно это не лучший специалист по баллисте. Он, конечно, благодаря тому, что ему атака заходит чаще, находится на более высокой ступени, чем, к примеру, тот же специалист Тарасар у башенки. Но, тем не менее, проигрывает некоторым другим героям. Некоторых из которых мы с вами еще рассмотрим. Далее идет ДАС. Замечательная специализация по минотаврам. Помимо этого, есть два ключевых навыка, которые нужны любому воину. Это оружие и тактика. И приносит с собой стандартное количество армии. От 30 до 40 траглодитов. От 4 до 6 гарпий. И от 3 до 4 бихолдеров. Второй и третий стек заходят далеко не всегда. С определенным шансом. Причем этот шанс на каждый последующий после первого стека все меньше и меньше. Поэтому не всегда армия будет такой уж хорошей. Но, в целом, герой топовый. Герой очень классный. Ничего лишнего. Все только самое-самое нужное. Далее идет Аджит. Аджит подойдет больше для новичков, наверное. В том плане, что стартуя за него, вы получаете больше бихолдеров или созерцателей, как здесь. Для того, чтобы была возможность стрелять. Он их ускоряет и усиляет. Поэтому воевать за них становится более комфортно. И имеет в своем активе лидерство и сопротивление. Сопротивление ему пригодится на будущее. А лидерство иногда позволяет стрелять бихолдером дважды. Что, в целом, тоже может оказаться довольно-таки неплохой подоплекой. Но, в целом, наверное, все-таки Аджит, как герой, будет похуже Даса. Потому что у Даса сразу же возможные разбивки на любых охранах. И урона в ближнем бою больше наносит. Это больше такой вот игра через стрелковый вариант. Но, опять же, довольно посредственная игра через стрелковый вариант. Потому что у него даже в наличии нет стрельбы. О чем мы можем говорить с вами дальше. А в ближнем бою нет оружия и доспехов. Конечно, все это в перспективе он может словить. Но мы говорим с вами конкретно о старте. Далее есть Домокон. Это специалист по золоту. Опять же, на 200% сложности он очень неплохо заходит. Или, если вы поторговались в серьезный минус для себя. У него идет продвинутое оружие. Стандартная армия с ним приходит. Тоже герой, у которого особо ничего лишнего нет. Иногда может оказаться его специализация не очень нужной. Но, как показывает практика, не такой уж и ненужной она является очень часто. Продвинутое оружие делает удары армии со стороны Домокона самыми сильными на старте игры. У данного города, в принципе, больше урона, чем Домокон, не наносит ни один другой герой. Но его специфика то, что он проигрывает некоторым героям, которые приносят побольше армии. Но, в целом, это тоже один из хороших героев, за которых можно играть. Далее у нас идет Гунар. Особенно хорош на больших картах, где он может проявить себя во всей красе. Он является специалистом по логистике. И сразу же эта самая логистика у него есть и есть тактика. То есть, у него ничего лишнего нету. У него нет никакого усиления для армии на старте игры. Но есть тактика, позволяющая разбиваться на любых охранах. И предохранять своих стрелков от вражеских ударов. И иметь возможность должным образом расставиться и закрыть все важные стеки. Помимо этого, ему перетемповать и перебегать других вражеских героев не составляет вообще никакого труда. Поэтому, если у вас идет ставка на темп, можете играть за Гунара. Раньше Гунара выбирали чаще стартовым героем, чем сейчас. Но даже сейчас есть целый ряд сильных игроков, которые продолжают выбирать его. Если не всегда, то периодически главным героем. Далее идет Синка. Синка является специалистом по мантикорам. Во-первых, мантикоры строятся далеко не всегда на первой неделе. Во-вторых, даже если они строятся, то она приносит, во-первых, стандартную армию, ничем не примечательную. Во-вторых, у нее есть грамотность. Что ее делает более хорошим саппортом, вспомогательным героем, нежели главным. Но есть ли смысл ее когда-нибудь делать главным героем? Да, есть. Если вам выпали какие-то внешние жилища мантикор на карте, можно вполне задуматься о том, чтобы мантикор усилить и ускорить. И Синка с этим справится замечательно. И, пожалуй, самый частый герой, которого выбирают на старте, это Шакти. Это связано с такими факторами, как самая большая армия, которую приносит любой герой на старте игры. И самая дорогая. То есть, если выпадет три стека, и они будут максимальные, это будет 120 троглодитов. Ни один другой в игре не может принести такое количество юнитов первого уровня, как Шакти. Помимо этого, он еще является специалистом по этим юнитам. Он их ускоряет, усиляет. Помимо этого, топовые навыки, которые у него есть, это оружие и тактика, делают его просто непревзойденным в этом плане. Поэтому, чтобы не выбирать Шакти, приходится, конечно, отказываться от огромного количества троглодитов. Что не всегда сказывается в плюс. И получается, что самый большой урон в игре на старте за данный город наносит Дамакон. Но он даже близко не может сравниться с ударной мощью Шакти до тех пор, пока он не растерял троглодитов. Вся вот эта полученная пачка троглодитов, ускоренная и усиленная, она наносит больше урона, чем возможная стартовая армия со стороны Дамакона. Разве что Дамакон выбран главным героем, а в таверне пришел Шакти, который передал ему армию. Ну, в этом случае, да, Дамакон нанесет вначале больше урона, но он не будет ускорять и усиливать троглодитов как таковых. Поэтому они, скорее всего, у него разойдутся гораздо быстрее на всяческие нужды в бою. Далее мы с вами переходим к чернокнижникам. Класс героев, как мы уже с вами отметили, один из лучших магических. И сразу же первый герой и первый герой топовый. Специалист по заклинанию четвертого уровня, по воскрешению. Это же заклинание есть у него в книге заклинаний. Все чернокнижники идут с тремя силой магии и двумя знаниями на старте. Единственный относительный минус, который есть у Аламара, это то, что он приходит с грамотностью. Но с учетом того, что у него есть топовое заклинание, то когда он заэкспертит грамотность, он это заклинание сможет передать другим. Таким образом все будут бегать с воскрешением, если достаточно у них мудрости. И есть книга заклинаний. Армию приносит стандартную. Герой очень хороший и очень часто приводит к победам. И позволяет сражаться вашей армии без потерь. Если вы прокачали магию земли, конечно же. Далее идет Джайегар. Это такой же герой, как Халон. И еще один, которого мы с вами рассматривали. Специалист по мистицизму. В основном после хорошей раскачки, на средней и длинной дистанции. И в основном на маленьких картах. Либо средненьких. На больших, конечно, он мало что может показать. Есть сразу же заклинание щит в книге заклинаний. И приносит с собой стартовую армию. Для старта, наверное, больше не советую, чем советую. Далее идет Малекит. Специалист по волшебству. И волшебство есть среди вторичных навыков. Стандартная армия. Но проблема в том, что у него в книге заклинаний нет ударных заклинаний. Точно так же, как у того же Зидора, к примеру. Которого мы рассматривали. Здесь заклинание, которое усиливает удары в ближнем бою. Но при этом оно не наносит никакого урона дополнительно. Таким образом, Малекит является неплохим героем на перспективу. Но не очень хорошим стартовым героем, пожалуй. Далее идет такой же примерно герой, как и Аламар. Но немножечко лучше. И сейчас мы рассмотрим, почему. Он тоже является специалистом по восстановлению. В наличии у него, оно есть в книге заклинаний. Приносит стартовую армию. Но у него нет сразу грамотности. Вдобавок к этому, у него продвинутая мудрость. В отличие от базовой у Аламары. Он может сразу же начинать там ящики Пандоры какие-то собирать. Не боясь, что он упустит что-то серьезное. Потому что, скорее всего, он заэкспертит мудрость. И еще пробивая этот ящик Пандоры в первый же день. Аламару такое не всегда доступно. Но с другой стороны, Джеддит не может это заклинание переучивать другим. Но с учетом того, что мы знаем, что шанс на получение грамотности не так уж и низок. С большой долей вероятности, если вам будет нужно, Джеддит этот навык прокачает. Далее идет Геон. Специалист по зоркости. В общем, ничего примечательного в нем нет. За исключением того, что у него в книге заклинаний есть замедление. Поэтому, когда вам сложно найти замедление. И приходит Геон, сразу же задумываешься о том, чтобы какому-то герою прокачать грамотность. Или найти героя с грамотностью. И от него переучить замедление своему главному герою. Как главный герой и как стартовый ничем не примечателен. Поэтому особого смысла стартовать нет. Далее идет Диммер или Деемер. Специалист по метеоритному дождю, которая есть у него в книге заклинаний. Имеется мудрость и разведка. И вот, пожалуй, для мага единственная разведка. Под вопросом, поскольку она не всегда ему нужна. Армия приходит стандартная. Но герой очень хороший и очень топовый. Во-первых, сложно заполучить заклинания четвертого уровня на старте игры. А особенно такие топовые. Этим могут похвастаться как раз Диммер и Айслин. Которые позволяют за счет метеоритного дождя пробивать и стрелковые стейки, и многие серьезные охраны. Единственный минус это то, что маны хватает только на одну метеориточку. И потом нужно садиться ее пополнять. Но это все только в начале игры. Потом вы сможете все это дело раскачать. И уже реже будете заниматься пополнением маны. Была даже в турнире 9 королевств. Видео с которого вы найдете на канале Armagplay на ютубе. Игра между Псичи. И не помню против кого он играл. Но играл он как раз таки за Диммера. И у него был ящик Пандоры. За очень сильной охраной. И не очень хороший расклад. И как он сделал? Он покупал Диммера. Нападал. Бил метеоритным дождем. После чего откупался. Или сбегал. Заново покупал Диммера. Опять пополнял ману. Атаковал. Бил магии. И сбегал. И так делал до тех пор. Пока не убил охрану. Возле серьезного ящика Пандоры. Потом он взял этот ящик Пандоры Диммером же. Он оказался топовым. В итоге это привело к победе. Поэтому недооценивать данных специалистов. Ни в коем случае нельзя. Пробивная сила у них очень хорошая. За счет магии. Еще один хороший герой маг. Который здесь есть. Это Сипхинаров. У нее конечно специализация. Приносить кристаллы. То есть это тоже ходячий герой шахта. Но в остальном она довольно таки неплохая. У нее есть мудрость. У нее есть интеллект. Поэтому на старте игры больше маны чем у Сипхинаров. В этом городе ни у кого нет. Армию приносит стандартную. Ну и пожалуй еще один минус. Это то что в книге заклинаний. Всего лишь защита от воздуха. Не то что хотелось бы видеть. Последним героем здесь является Дарк Сторн. Специалист по каменной коже. Это же заклинание у него есть и в книге заклинаний. Армию приносит стандартную. Имеет мудрость. Излишнего можно отметить, что у него есть обучение. От которого хотелось бы отказаться. Но с другой стороны заклинание довольно хорошее. И с учетом того, что под ним это заклинание действует лучше. Против стрелков сражаться за этого героя очень даже комфортно. Даже в начале игры. Переходим к следующему городу. Это раса Цитадель, Орки, Огры, Циклопы, Чудища и так далее. Давайте рассмотрим какие же есть классы героев. Воины здесь представлены варварами. А маги представлены боевыми магами. Варвары имеют 55% шанс на атаку, 35% на защиту. Всего лишь пятерочку на силу магии и пятерочку на знания. Таким образом это мега ударные воины. По сути это самые сильные воины в игре. Если вы делаете ставку именно на ударную мощь. Даже играя за другие города. Вы можете найти себе любого варвара и прокачивать. Шансы выпадения первичных навыков от этого не изменятся. Если говорить о боевых магах, то они качаются примерно пропорционально. Так же как у некромантов Рыцарей Смерти. Их шансы 30-20, 25-25. Буквально разница в 5-10% между тем, что же вам выпадет. Но вот после 10 уровня, немножко выравнивается прокачка и у варваров. И проценты становятся как 30-30-20-20. А у боевых магов проценты становятся 25-25-25-25. То есть полностью выравниваются. А варвары все-таки на 10% атака и защита им продолжают выпадать с большим шансом больше. Обычно в начале игры они успевают прокачать себе просто мега-атаку. И статы могут быть что-то вроде 10, 3, 1-1, например, или 1-2. По силой магии здесь огромные проблемы. Поэтому даже когда вы получаете там стихию земли, воздуха и так далее, обычно эти заклинания действуют всего лишь несколько раундов. До тех пор, пока вы не найдете какие-то артефакты на силу магии. Но правда, играя за эту расу, с одной стороны, особенность камней, на которых генерятся респы, то есть территории данной расы, им свойственно то, что на них не появляются склепы, поэтому золото сложнее находить. С другой стороны, у них много валяется скелетов и перевернутых тачанок, повозок, в которых можно вытянуть артефакты. Поэтому на старте игры большего количества артефактов, чем у Цитадели, наверное, сложно себе у какой-то расы и представить. Такое, конечно, бывает, но бывает не так уж и часто. Давайте также вероятность получения вторичных навыков рассмотрим. Итак, начинаем с варваров. 8% на поиск пути. Это их немножечко ускоряет в тех зонах, где есть штраф. 7 штраф на стрельбу, а также на логистику тоже 7. В принципе, все ключевые навыки. Навыки на разведку 8%, что тут уже 50 на 50 надо смотреть по ситуации. 8% шанс на баллистику. Они очень сильно штурмуют города. И играя за Цитадель, если за нее играть правильно, то вы, наверное, и будете выступать в роли агрессора с огромной долей вероятности. Далее по 8% шансы на тактику и артиллерию. Ну, тактика нужна, конечно, артиллерия, опять же, под вопросом. И аж 10% на оружие. То есть без оружия найти себе какого-то варвара, ну, почти нереально. И на доспехе 6%. 6% ниже, но все равно шанс довольно неплохой. Также 6% на сопротивление. Как и все нормальные маги, они могут нормально наделять свою армию возможностью сопротивляться каким-то магическим заклинаниям со стороны соперника. Теперь давайте посмотрим на самих воинов. Первый идет Йог. Варвары стартуют сразу уже, имея 4 атаки, что их ярко выделяет на фоне остальных героев. Не имеют защиты вообще. Более того, и армия орков выделяется тем, что наносит много урона, но при этом очень слабо защищается, имеет не так уж много здоровья. Она очень уязвима к ударам в начале игры. Поэтому, играя против орков, важно не давать им возможность наносить урон по вам первым. Имеется у него оружие. Это огромный плюс. Помимо оружия, есть баллистика. Вот по ней есть определенные вопросы. Специализация по циклопам. Это здорово, но тут сразу и один минус вытекает. Циклопов строят крайне редко. Из-за того, что если вы будете строить циклопов, повышается шанс того, что вы не построите чудищ. А если вы не построите чудищ, это гораздо хуже, чем не построить циклопов. Поэтому обычно циклопов не строят, а строят чудищ. Причем это можно делать довольно быстро. Если у вас отстроены собачки, то сразу же строите птиц, потом чудищ. И уже на какой-нибудь второй день, получается, можно бегать с чудищами, как таковыми. Ну или с третьего, например, дня. Бывают некоторые дни, когда даже не строишься за эту расу. Следующим героем является Гурнисон, специалист по баллисте. Имеет в своем активе артиллерию и оружие. То есть он и в ближнем бою хорош, и баллиста у него дамажит много. Приходит с баллиста, и армии приносит меньше обычного. Как минимум на один стэк, само собой. И надо отметить, что это лучший специалист по баллисте в игре, который в принципе есть у всех рас. Знаете из-за чего? Из-за того, что у него повышается при прокачке в основном атака. А для баллисты, для ее усиления, нужно три параметра. Как можно выше атака, прокачанная стрельба и прокачанная артиллерия. Все. Вот три компонента, за которыми нужно следить. Поэтому в этом плане Гурни это просто какая-то мега машина, которая своей баллистой разрывает карту. Стартовать за этого героя можно, но нужно обладать определенным скиллом, чтобы это преимущество можно было реализовать. Потому что не все так просто, как вам может показаться изначально. Далее идет Жабаркас. Жабаркас это больше для новичков, наверное. Во-первых, он больше орков приносит и усиляет, ускоряет этих орков. Имеет стрельбу. Поэтому за счет стрельбы он не только орков, но еще и циклопов может подтянуть к себе. И в ближнем бою он хорош. Поэтому что стрельба, что ближний бой для Жабаркаса особой разницы не имеет. Но с учетом того, что если у вас орки не отстроены в начале игры, то их обычно даже и не строят многие игроки. Не все, но многие. Поэтому Жабаркас немножечко начинает отходить на второй план. Если же вы относитесь к тем игрокам, которые орков все-таки отстраивают, то для вас, возможно, этот герой придется по душе. Далее идет Шива. Специалист по птицам рух. Приносит с собой стандартное количество армии. 15-25 гоблинов. Помимо этого 5-7 собачек и 4-6 орков. Имеет в своем наличии оружие, что еще сильнее позволит усилить удары со стороны птиц рух, которые можно строить на первый-второй день. Также имеет разведку. Вот по разведке есть определенные вопросы. А так, в целом, герой хороший. Сейчас этого героя выбирают стартовым гораздо реже, чем раньше. Но было время, когда Шиву можно было часто увидеть как главного героя. Как раз благодаря тому, что птицы часто строились на первый-второй день. И птицами можно было тоже бегать, разрывать карту довольно серьезно. А почему ее стали меньше выбирать? Мы с вами дальше и увидим. Следующим героем для рассмотра у нас становится Гречин. Гречин специалист по юнитам первого уровня. Приводит с собой гоблинов. От 15 до 25. От 1 до 3 стеков. Сразу же имеет оружие, которое усиливает эффект от удара в этих гоблинов. И имеет поиск пути, который сразу же позволяет бегать без штрафа. По камням, благодаря как раз таки этому навыку. Особенно, если ему придется таскать каких-то виверн из ульев-змеев. Или же придется, к примеру, таскать с собой ангелов из консерватории. Герой довольно хороший. Получается гоблинов очень много и редко. Но можно увидеть, когда его тоже выбирают главным героем. И нельзя сказать, что игра от этого становится хуже. Опять же, все зависит от игровой ситуации, шаблона, правил и так далее. Далее идет крыльон. Ну, крыльон это, наверное, не лучший герой для старта. Скажем сразу. Во-первых, с одной стороны, вторичные навыки у него отличные. Сопротивление и оружие. Армию приносит стандартную. Но его специализация вам навряд как-то поможет. Огров обычно не делают каким-то сверхважным юнитом, ударным стеком. Потому что этот юнит медленный. А таскать его каждый раз с собой не очень удобно. А когда ты проигрываешь по скорости своим основным ударным стеком сопернику или нейтральным даже войскам, ты получаешь удары первым. И вот тут как раз таки получается, что вроде как тебе и невыгодно играть именно за этого героя. Далее идет Крэг Хэг, героя которого выбирают для старта игры чаще всего. Игроки, как новички, так и опытные. Это связано с тем, что он специалист по оружию. Плюс оружие идет продвинутого уровня сразу же у него. Таким образом, больше урона, чем Крэг, не наносит никто ни в одном из городов на старте игры. Армию приносит с собой стандартную. Поэтому, если вы делаете ставку на мега удары в начале игры, то, пожалуй, Крэг здесь подойдет хорош. Он замечательно чувствует себя как в начале игры, так и после прокачки на поздних стадиях, становясь еще в разы мощнее, чем он является изначально. Но с защитой, конечно, у Крэга огромная беда. Поэтому тут тоже нужно наработать себе определенный скилл, чтобы не подставлять свою армию под удары. Следующим героем является Тераксор. Герой, которого можно увидеть на втором-третьем месте по количеству выбираемых стартовых героев. Это связано с тем, что он приносит с собой до трех стэков собачек, у которых от пяти до семи в каждом стэке. Сразу же имеется тактика, что позволяет должным образом расставиться или даже подойти к стрелкам, если вы их атакуете. Оружие позволяет наносить больше урона. И плюс вы ускоряете и усиляете эти стэки. Эти стэки еще и хороши тем, что если брать просто прирост юнитов в данном городе и учитывать их урон, то в принципе после улучшения данные собачки, если снимать кем-то ответку, чтобы они сразу били дважды, они будут наносить часто даже больше урона, чем те же чудища. Не всегда, конечно, и там еще надо смотреть, сколько у вас есть собачек и чудищ. Но они наносят невероятно много урона. Наглядным примером для вас могут быть игры на аренках. Был турнир Гладиатор, где вы можете все это дело посмотреть, опять же, на канале Армак Плей на ютубе. Вот там вы перестанете недооценивать собачек и отдельная стратегия игры через них. И Тераксора она существует. Далее переходим с вами к боевым магам. Первым представителем является Гирд. Казалось бы, специалист по волшебству. Имеется волшебство. В наличии, правда, нет ударной магии. Есть только жажда крови. Но герой хороший, но только на перспективу. На старте она вам мало чем поможет. У нее нет ударной магии. Даже если будет, у нее крайне мало знаний. Все боевые маги стартуют с двумя атаки и с единичкой защиты силы магии и знаний, как таковых. Таким образом, их приходится несколько дней, иногда даже неделю нормально качать. Чтобы потом уже можно было более-менее комфортно себя чувствовать при игре за данных героев. Но после раскачки, конечно, они себя уже чувствуют довольно-таки хорошо. Поэтому Гирд это воин на перспективу. Опять же, мне кажется, может неплохо подойти для игры на каком-нибудь с кирмишем 200. Хотя я бы отдал, наверное, предпочтение все равно другому герою. Далее идет Вэй. Тоже специалист по ограм. Из хорошего у нее есть сразу же волшебная стрела. Точнее, у него вторичные навыки мудрости, лидерства позволяют чаще моралиться. Приносит стандартную стартовую армию в своем активе. И герой довольно посредственный. То есть, его специализация и абсолютно необязательное лидерство, они немножечко портят ситуацию и отношение к нему. Следующим героем, которого следует отметить, это Десса. Она тоже входит в топ-пятерочку тех героев, которых следует выбирать на старте, играя за эту расу. Является специалистом по логистике. Основной навык тоже есть именно в логистике. Мудрость имеется, стандартную армию с собой приносит. Жаль, что, конечно, имеет камнекожу в книге заклинаний. Если бы у нее еще стрелочка была на старте или замедление, это бы делало Дессу еще более топовым героем. Ну а так, герой, который призван перетемповать соперника, чувствует себя на длинных дистанциях замечательно. Так же, как Кирь, к примеру, или тот же Гунар. Она вместе с ними, в общем-то, на одном уровне находится. В общем, задача просто перетемповать. Герой однозначно стоящий, но вам нужно уметь очень качественно проводить бои, потому что придется за каждый день успевать очень много. Делать очень много, и важно правильно тоже расставлять приоритеты и строить план на игру. Иначе, конечно, смысла выбирать Дессу стартовым героям нет. Далее у нас идет Терек. Тоже боевой маг, у которого есть сразу тактика. Он специалист по ускорению, и ускорение есть у него в книге заклинаний. В этом плане его выбор очень даже неплох, если вы делаете ставку на мага. Армию приносит, правда, стандартную. Далее идет Зубин, специалист по точности. Также точность имеется в книге заклинаний. Имеется артиллерия, но при этом нет баллисты. Поэтому герой, скажем честно, так себе. Основная его специфика заключается в том, что надо строить побольше циклопов и орков. И накидывая на них точность, чтобы вы имели возможность разрывать именно стрелками карту. За циклопов, конечно, крайне редко играют. По исключительно под орков брать точность довольно средненькое, или ниже средненького занятия. В общем, занятия не очень. Далее идет Гундула. Это некий аналог Крэг Хэга, но только больше в магическом плане. И кое в чем Гундула даже выглядит лучше Крэга. Во-первых, она специалист по оружию. Тоже есть оружие, но у Крэга оно идет продвинутое, поэтому он больше урона наносит. Плюс у него больше атаки, понятное дело. И качаться он будет больше в атаку. Гундула, она будет качаться более-менее пропорционально. Имеется у нее мудрость. Армию тоже стандартную приводит. Но ее преимущество над Крэгом как раз и заключается в том, что у нее сила магии будет более интересная. У нее знаний будет больше. Более того, у нее прям со старта игры есть замедление, что позволяет обогнать большинство юнитов на карте. Как мы говорили, что если Крэг по скорости уступает врагам, то для него это всегда критично. А вот Гундула с этим обычно проблем не имеет. Она накидывает замедление. И дальше спокойненько-спокойненько ее юниты просто атакуют первыми, снимают ответки и разбирают охраны. Далее у нас идет Орис. Опять же специалист по зоркости. Вообще ничего примечательного. Защита воздуха в книге заклинаний. Сразу проходим дальше. Саурук. Как главный герой он не особо нужен. Но имеет сразу же сопротивление. Поэтому в битве с магами может что-то даже показать. При этом сам является боевым магом. Тоже герой шахта. Приносит один самоцвет в день. И имеет жажду крови в книге заклинаний. Сразу скажем, что сами самоцветы при игре за этот город, они не очень-то и надо. И по большей части было бы гораздо полезнее, если бы Саурук со своей стороны приносил кристаллы. Вот благодаря кристаллам можно было бы гораздо удобнее и быстрее отстраивать, к примеру, тех же чудищ. Следующим городом является у нас Болото. В этом городе из примечательных юнитов есть Виверны, Горгоны, Гидры, Ящеры, Гнолики, Василиски, Змейки. Героев тоже много. Основными классами здесь являются воины, которые представлены хозяинами зверей. А также маги, которые представлены ведьмами. Шанс на заход первичных навыков таков. У хозяинов зверей 30 атака, 50 защита, 10 сила магия, 10 знания. То есть они, по сути, в отличие от тех же варваров, больше делают ставку на защиту, на меньшие потери в бою. И они, наоборот, готовы выдержать удары на себе, а потом уже нейтрализовывать оппонента. И если им удается даже нападать первыми, и они превосходят по скорости, тогда это еще больше их выделяет на фоне атакующих юнитов. Если говорить о ведьмах, то у них шанс на атаку пятерочка. То есть словить атаку за ведьму – это большое-большое везение. 15 на защиту – тоже невысокий шанс. А вот сила магии и знания идут по 40, что делает их довольно-таки неплохими магами на самом-то деле. По крайней мере, так это выглядит на теории. Когда прокачивается 10-й и выше уровень, там уже ситуация становится немножко другая. У хозяев зверей становятся шансы 30-30-20-20. В принципе, как у многих воинов в разных городах, у ведьмы шансы вырастают до 20-20-30-30, что тоже потихонечку выравнивает прокачку героя. Поэтому дальше уже после 10-го уровня в принципе не так уж и важно, да, кем вы играли – магом или воином. А вот в начале, да, это очень сильно будет сказываться. Если мы с вами пробежимся по вероятности получения вторичных навыков, то здесь ситуация следующая. У хозяина зверей, то есть у воинов, 8-ми процентный шанс на поиск пути, с учетом того, что они стартуют на болоте. Это, в принципе, довольно-таки полезная вещь. 7% на стрельбу, с учетом имеющихся ящеров, которые после улучшения очень сильно прибавляют в ударные мощи. Это тоже хорошо. 8% на логистику – это вообще замечательно. По болоту можно бегать крайне медленно, поэтому, получая больше очков перемещения, вы очень сильно ускоряетесь. Плюс у них есть быстрые змейки, которые с первого дня тоже позволяют обгонять врагов. В общем, болото – очень интересный город. Интересная раса. На разведку 7% шанс. На навигацию 8%. И вот тут, пожалуй, первый минус идет для хозяев зверей. Далее 7% на баллистику идет, чтобы лучше штурмовать города. Хотя они больше на защиту нацеливаются. Тем не менее, города штурмовать и этим городом приходится. 6% идет на тактику. Это очень полезно. 8% на артиллерию. Это тоже скорее минус. Но с учетом того, что этот город идет на защиту, то, наверное, иметь возможность управлять своими башнями за счет артиллерии – это не такое уж и бесполезное занятие. Также целая десяточка, ребята, на то, что словят доспехи. И всего лишь 5% шанс на оружие. Поэтому часто можно увидеть ситуацию, когда эти герои бегают без оружия, что немножечко несвойственно даже воинам. И в этом как раз-таки большая опасность игры за этих героев. А так, в целом, навыки довольно неплохо заходят. Ну и еще 6% на первую помощь, что, конечно, вписывается в то, что это защитная раса. И они любые возможности для защиты пытаются использовать со своей стороны. Кстати, на сопротивление шанс тоже маленький. Всего лишь 5%. Так же, как и на получение оружия. Если мы с вами рассмотрим ведьм, то у них 6% на получение навигации, 8% на мудрость, мистицизм, а также баллистику. Из этого всего мудрость только, по сути, нужна по большей части. Десяточка на зоркость, но это вообще полнейший бред. Семерочка на грамотность, что тоже не очень-то надо. Семерочка на интеллект и восьмерочка на волшебство, а также первую помощь. По сути, они качаются ужасно. То есть, по первичным навыкам эти герои, в принципе, не очень сильно отстают от тех же магов или, допустим, взять чернокнижников. Но вот именно, когда заглядываешь на шанс выпадения вторичных навыков, тут ты сразу понимаешь, что это не то. Это не то, что ты хотел бы видеть у себя в качестве главного героя. Ну и далее пришло время рассмотреть город элементалий, который называется Сопряжение или в некоторых переводах называется еще Колонией. Здесь разные феечки, элементалии и так далее имеются у этого города. И сразу же скажем, что этот город примечателен еще и тем, что здесь самый большой прирост юнитов в игре, благодаря чему они берут не качеством, а количеством. И данная раса очень сильно прибавляет, если у них есть благословение. Поэтому иногда есть смысл играть через магию воды. Обычно с ее получением тоже нет таких уж серьезных проблем. Давайте пробежимся по вероятности получения первичных навыков, то есть статов так называемых героев. Представлены здесь классы героев точно так же воинами и магами. Воины представлены путешественниками, маги представлены элементалистами. Путешественники получают 45% шанс на атаку, 25% на защиту и по 15% на силу магии и знаний. Таким образом, они тоже очень сильно качаются в атаку. И в этом плане они уступают в любом случае оркам, конечно же, варварам, но не очень сильно от них в этом плане отстают. Если говорим о элементалистах, то у них 15% на атаку, 15% на защиту и по 35% на силу магии и знаний. В целом, получается, что элементалисты больше качаются на силу магии и знаний, как в принципе и надо магам. Но вот этот вот 15% шанс на атаку и защиту немножко их замедляет в качестве прокачки. И это большой минус периодически для прокачки именно элементалистов. Но у них есть свои плюсы. Далее, после 10 уровня выравнивается ситуация у путешественников. Шансы становятся 30-30-20-20. У элементалистов шансы выравниваются вообще полностью. По 25% на каждый вид стата. Таким образом, дальше уже пропорциональная прокачка идет. А вот теперь перейдем непосредственно к самим героям. Начнем с путешественников. Стартуют они с 6 очками в статах. Три из них уходят в атаку и по одному в защиту силу магии и знания. Первый герой это Пассис. Специалист по элементалям разума. Имеет в наличии базовое оружие, а также артиллерию. Приносит с собой стандартную для этого города армию в виде 15-25 феечек, а также в двух статах от 3 до 5 воздушек. Герой довольно средненький. В первую очередь за счет артиллерии, при этом без баллисты. Без баллисты артиллерии как таковой и не нужно. Но благо, эту баллисту можно купить в самом городе, если построить кузницу. Едем далее. Следующим героем является Тунар. Специалист по элементалям земли. Имеет в наличии тактику, что уже хорошо. Приносит с собой немножечко другую армию. В третьем стеке там уже водянки в виде 2-3 приходят. И имеет у себя имущество. Имущество, в отличие от специалистов по золоту, оно не так уж и много золота приносит, поэтому можно считать этот навык больше лишним, нежели нужным. Таким образом, Тунар больше хорош как вспомогательный герой саппорт, нежели как прокачиваемый основной герой. Сразу отпадает вариант старта за него. Далее идет Игниса. Игниса у нас специалист по элементалям огня. Приносит стандартную армию с водяночками. Имеет тоже оружие и артиллерию, точно так же как ПАСИС, но у ПАСИСа специализация поинтереснее. Все-таки юниты 6 уровня на юнитов всего лишь 4 уровня. Поэтому вообще ничем не примечательно. Если вам нужна артиллерия и оружие, лучше тогда брать ПАСИСа. В этом плане он лучше. Дальше идет Лакус, специалист по водянкам. И он приносит водянок в двух слотах возможных. И что примечательно, идет сразу же с продвинутой тактикой. Из-за того, что водянки не очень быстрые, как раз таки продвинутая тактика позволяет быстрее врезаться в какие-нибудь стрелковые стеки, к примеру. Или просто их закрыть. Помимо этого, после улучшения водянки превращаются в стрелковый стек. Поэтому игра через Лакусы и водянок, она может быть применима в первую очередь, если вам выпало много внешних жилищ как раз таки этих юнитов. Далее идет Манер. Пожалуй, один из самых частых выбираемых главных героев. Во многом это из-за того, что хорошая специализация в виде элементарий разума. Психических элементарий, да. У него сразу же есть оружие, ключевой навык для нанесения большего количества урона, в том числе и фейками. А также есть логистика, которая позволяет сразу же с первых дней бегать гораздо дальше, чем те герои, у которых логистики нет. Поэтому он хороший для темпа и до ударной мощи, и вообще. Далее идет Эрдамон. Тоже с имуществом. Специалист по элементалям земли, с тактикой. В принципе, что Эрдамон, что Тунар, особой разницы нет. Два брата-близнеца по начинке, но разные вроде как по внешней аватарке. Далее идет Фьюр с продвинутым оружием. Специалист по элементалям огня. Приносит с собой стандартную армию. и наносит самый большой урон среди всех героев у этой расы. Поэтому, если ставка идет на ударную мощь, можно выбирать Фьюра. И, кстати, некоторые так и делают. Хотя и не очень часто. Далее у нас идет Кальт. Кальт тоже специалист по элементалям воды. Но из плюсов можно отметить, что есть тактика. Из минусов, что есть обучение. Герой довольно противоречивый в плане прокачки. Далее у нас идет один из самых популярных героев при игре за данную расу. А также, который считается имбой, это Луна. У нее специализация по стенке огня. Сразу же имеется магия огня и мудрость. И стенка огня есть в книге заклинаний. Казалось бы, обычная стартовая армия, она является специалистом по низкоуровневому заклинанию. Просто обычный хороший герой. Но нет, ребят. На деле, из-за усиления этой стенки огня, Луна творит такие чудеса. И такие разваливает охраны, которые другим героям просто нереально сделать. Поэтому на многих линейных шаблонах типа Джебус Кросса она может выходить, например, в центр на какой-нибудь четвертый-седьмой день. Далеко не всеми героями и не всеми расами это можно сделать. Луна может выходить в центр на столь разный, на столь ранний срок. В принципе, за любую расу, без исключений. Поэтому недооценивать Луну ну никак нельзя. Но в то же время играть ею не так-то и просто. Там есть целый ряд особенностей, которые нужно соблюдать. В противном случае вы только сольете Луну как главного героя и можете даже потом после этого сдаваться. Так что не думайте, что все там так просто. Очень высокий скилл должен быть и концентрация. Следующим хорошим магом является Бриса, тоже элементалист. Специалист по ускорению. И ускорение есть в книге заклинаний. Сразу же идет с магией воздуха и имеет стандартный набор юнитов на старте. Также следует отметить, ребят, что элементалисты стартуют с тремя силой знаний и с тремя... Также следует отметить, что элементалисты стартуют с силой магии 3, со знаниями тоже 3. Ни один другой класс не стартуют в магическом плане с такой силой магии и с таким большим количеством знаний. Они опережают всех магов. У них всегда 30 маны на старте. Хорошая сила магии, опять же, для старта. В этом плане, конечно, найти им какую-то альтернативу крайне и крайне сложно. Герой тоже Бриса хороший. Сразу же магия воздуха на многих шаблончиках и для некоторых стратегий именно магию воздуха надо качать. Поэтому, в общем... Вообще здесь сложно найти какого-то плохого элементалиста. Вот очередной хороший элементалист. Это Циэлька. Еще одной особенностью элементалистов заключается то, что им помимо мудрости дается еще и какая-то магия. И это, я вам скажу, огромный перевес в пользу того, чтобы качать среди магов именно элементалистов. Мало того, что хорошая сила магии и знания и какое-то заклинание имеется, так у них еще и какая-то магия уже есть и ее не надо будет ловить. И обычно это та магия, которая нужна под стартовое заклинание. Циэлька является специалистом по волшебной стрелочке. Очень сильно ее усиливает и позволяет на ранних стадиях юнит из первого по третий уровень убивать, даже имея в наличии только магию и какие-нибудь единички феечек, что доступно далеко не всем героям. Едем далее. Один из самых топовых тоже героев элементалистов, прежде всего из-за того, что сразу же есть магия земли, это Лабета. Имеется Камнекожа. Не лучшее земляное заклинание, но тем не менее герой очень классный. И многие даже не станут играть за Луну, Брису или Циэльку только из-за того, что здесь есть магия земли и по-своему будут правы. Следующий герой это Интеус. Это уже специалист по жажде крови, сразу же имеет магию огня, также хорошо подходит под какие-нибудь Армагеддоны, Инферно, Огненные Шары и так далее. Армию приносит стандартную, статы стандартные, с жаждой крови. Далее идет Эйнаин, еще один элементалист, и в данном случае, пожалуй, не лучший элементалист. Например, он проигрывает той же Брисе, и первый и второй идут с магией воздуха, но у этого специализация разрушающий луч, и это заклинание есть, что гораздо хуже, нежели ускорение, которое здесь имеется. Вообще, следует отметить, что все герои делятся здесь по столбикам. Видите, вот два специалиста по магии огня, два героя с магией воздуха, два с магией воды идут. Здесь появляется Джелар, который приносит золото, ребят, и помимо этого идет с магией воды, снятие заклинаний, тоже, пожалуй, не лучший герой. И если вам нужно играть именно через магию воды, то более топовый вариант Целька. Но Целька подходит больше для богатых раскладов, а при игре на 200% уже Джелар смотрится лучше. Поэтому иногда лучше Цель, иногда Джелар. А вот среди земляных героев тут выбор очевиден. Однозначно, один из лучших магов, которые вообще есть в игре, это Гриндан, вне зависимости от выбранной вами расы. У него мало того, что есть магия земли, так у него и ключевое заклинание сразу есть. Это замедление. Приносит дополнительно с собой еще и золото, и в совокупности он делает вашу расу более богатой, пробивки делает более простыми, качается комфортно. В общем, это топ. Пожалуй, вот если говорить о топ-2 героях, которые здесь есть, это Гриндан и Луна. В эту же тройку, если подключить воинов, можно добавить Манера. Остальные герои не менее хороши. Ну, может быть, за исключением Ментеуса, Аэнаина и Джелара, которые уступают. А так, в принципе, Бриса, Лабета и Целька тоже не очень сильно будут в этом плане отступать. Также предлагаю рассмотреть вероятность получения разных навыков этими героями вторичных. Если мы говорим о путешественниках, у них 6% на поиск пути, 8% на стрельбу, пока вроде идут неплохо, 8% на логистику, 6% на разведку, что, наверное, не лучший вариант. Вот тоже, кстати, видите, если нужно словить логистику, можно брать элементалистов. Был даже случай, когда герой стартовал вообще не за элементалей, но искал себе героя, который может с большим шансом словить логистику, поэтому качал Игнису, которая далеко не лучший герой по специализации и навыкам, но просто из-за шанса получения логистики это было жизненно необходимо на тот момент. Далее идем шанс на дипломатию минимальный, тут двоечка, можно сказать. Далее восьмерочка идет на баллистику, что тоже, пожалуй, не лучший вариант. Также восьмерочка идет на тактику, артиллерию и обучение, в этом плане не лучшие варианты. Девяточка на оружие, вот это, кстати, уже хороший момент. И, пожалуй, все из примечательного. То есть, в целом, путешественники не лучшие герои, но при этом хороший шанс на логистику, на стрельбу и то же самое оружие. С доспехами, конечно, могут возникнуть проблемы, на них только 5% шанс, но тут уже насколько вы верите в удачу. А вот если мы говорим про элементалистов, то они не только хорошие маги, как таковые, но у них тоже есть определенные преимущества в плане того, чтобы словить необходимые для вас вторичные навыки. Во-первых, 8% шанс на мудрость и мистицизм. В данном случае мистицизм вы, конечно, будете при прокачке часто обходить. 8% на зоркость, которую вы тоже, скорее всего, будете обходить. По 6% на магию огня, воздух, землю и огонь. То есть, абсолютно с равным шансом заходит любая магия. И предположить, какая именно зайдет, крайне и крайне сложно. Но в их случае, понятное дело, у них уже одна из стартовых магий имеется. И понятно, что вы можете ее начинать качать с самого начала, если она вам нужна. Также 8% шанс на грамотность. 8% на доспехи. Точнее, на интеллект и на волшебство. То есть, это ключевые навыки для любого элементалиста, по сути, что очень и очень хорошо. Ну и, пожалуй, все. В целом, конечно, на дипломатию есть довольно посредственный шанс в виде 4%. Но, опять же, если мы говорим о том, у кого выше всего шансы словить дипломатию, это сначала идут священники, у них 7%. И только после этого уже с 4% идут рыцари, рейнджеры, друиды, маги, демоны. Это некроманты, чернокнижники и сюда же можно добавить и элементалистов. Помимо этого, еще имеются герои из компаний, которых тоже, играя в классические герои, в Дыхание Смерти, так называемый СОД, можно разблокировать. Для этого есть специальные плагины. И у них есть свои особенности. И, опять же, на экране вы можете их у себя увидеть. Ну, а теперь давайте непосредственно рассмотрим, какие же есть стратегии отстройки городов при игре за разные расы. Ну и начнем с вами, конечно же, за замок. Первая стратегия это, в общем-то, когда на бедных шаблончиках вам приходится играть, у вас мало ресурсов, и в этом случае карта маленькая, да? То есть нам нужно рассмотреть, какого же выбрать мага. Если игра идет без правил, вы берете, конечно же, Адельку. Если с правилами, то тут два варианта. Либо Кейтлин, либо Аделаида. Я больше отдам предпочтение Кейтлин, потому что, если вы играете на маленькой карте, с большой долей вероятности, вы будете играть на 200% сложности. Лишнее золото вам не помешает. Также берете золото в виде бонуса, либо артефакт. Ресурсы брать крайне редко выгодно. В основном именно золото и артефакт больше всего будут решать. Но отстройку я вам буду показывать на маленькой сложности, чтобы нам ресурсов хватало. Но смысл, я думаю, вы и так поймете. В данном видео уроке у меня на этом, пожалуй, все, ребят. Если данное видео оказалось вам полезным, обязательно ставим палец вверх под видео, пишем побольше комментариев, что вы хотите видеть в следующих видео, и было или не было данное видео полезно. Не забываем рекомендовать данное видео друзьям, оставлять ссылочки в соответствующих разделах, а также добавляйтесь в группу ВКонтакте, следите за анонсами и новостями, которые происходят на наших каналах. У меня на этом все. Всем спасибо за внимание. С вами был Армак. Любите герои, играйте в герои. Всем пока и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok